Раковать две речи. Первая из них это широкая кампания за незалежность, по кольке погроза обвострилась, и она у нас передвачима. И другая, обмерковать 20-я снежная акция в день перемога у Путина и Лукашенки. Она уже заявленная, фактично там инших вариантов унимает. Это працованный день, там самое раннее, когда мы можем собрать 18 годин. Яножки самые поздние, по кольке Темра. Там инших вариантов унимает. Поэтому по великим рахунку зараз не пытание, там, рабите-не рабите эту акцию, а як я ее зарабить, яким чином зарабить. Я еще раз тады поведамлю тем, кто, может, не ведая, мы ввешали таки народный пылный рух, что треба поменять, что треба зарабить на гады акции. У меня было некольки сотень дописов на гады комплекс в самых прозвых социальных сетках, телефонуванию и так далее. Я сгрупировал это приблизно по 30 пропановых, и так сама варта будет по их пройстись. А то, что говорят люди, их погляд сбоку. Какие есть по парадку дня тады за уваги? Первая – обмерковать кампанию за незалежность, другая – акция 20. Может быть, разные, когда у когостей будут там доречные додатки. Так? Гадыны две – агульная протяженность. Ци падыходзиць? Падыходзиць. Так вот, представник свежего ветра у нас, когда они гору зерю, спосы. Тады спадарове з першай, першай, першай пункт. Ага, дзякую. Тады першай пункт – тое, што тычыць кампании за незалежность. Есть потреба вести системную працу у этой накерунку. Мы ведаем, что каждая из партий рабила свои заходы. Ведаем, что и кампания «Свежий ветер» рабила свои заходы. Як мы структуруем это меркование? По-перше, звороты, международная праца, информационная праца. Что мы вчимащим? Пропанова тады будзи выказаться. Пропанова просто будзи, может быть, выказаться по черзе, скажем, хвилины по три. Кожный, кто присутниче, кто захочет, то есть и сказать. И подсумовывать по конкретных темах. То есть, кожный выказывается, маючи на увазе конкретные заходы в оборону незалежности. По кое-что без акции 20-го. Так просто, как умоцовать незалежность. В той ситуации, какая есть. Наприклад, мы конкретные пропановы, я их буду фиксовать. Пройдем, когда их потребуется, когда они будут спречные. Например, мы проголосуем. Может быть, выражен консенсусом, принимаем, не принимаем. И будем вызначать, как я працю. Доброе. Тады праца, с изгодным из регламента. Три хвилины. Кожный 2-го мая, что выказывается. После этого мы прочли все поло, подсумовываем и переходим к другому питанию. Тады праца, давайте тогда с депутатом незалежности почнем, хиба что. И пойдем по коле. Юрий Адамович Беренький тогда. Приветствую, шаману Господарство. Мы тут посудили, чем три человеки, икия, четыре, четыре человека, икия, 25-е дневни, ствердили, в 91-е годы ствердили незалежность, то, когда возникла такая реальная погруза, мы созвонились, обменялись выдумками, и вырешили пропоновать свой таки план Денивы, 2020-е, и огульной огульной працы, мобилизации громадского оскорбления незалежности. Мы подрестовали вот такие взворот, экземпляром 15 мы надруковали. Я, может быть, засчитаю, поскольку не хочет интеграции с Россией. Дорогие соучилизники, мы депутаты Верховного Совета Республики Беларусь, у нас это с кликами, люди, деки 25-го жгения, 1991-го года, ствердили незалежность нашей краины, вертаемся в этот час. Час колесо реальной недоспеки о страте незалежности для людей Беларуси. Незалежность, терроритет Беларуси, у него спец. В России, за значительным террориемом, помеж Владимиру Путина и Лукашенко, протягиваются схованной перемогой и незаконная подрактовка документов об интеграции Беларуси в Россию, что на самой справе не с российским пляном аннексии и погонения нашей краины России. Такие деяния сбоку истнующего влады Беларуси являются антиконституционные незаконы, суперечис национальным интересам нашего народа. Антиконституционные перемоги не повинны быть. Они мучают быть спинены, усилять решения таких перемог не будут иметь юридичные эмоции и квалификуются как антиконституционные озмовы. Але политичный чинник незаконного пакта, как показала гистория, будет нести великую небезпеку для державного Беларуси станет поводом для разгортывания захопницкой политики Путина суперечис наше краю. Уседомляючи гэта, патриоты Беларуси по инициативе организации БХД и РАЗАМ 7.8 снежный гэта годы провели публичные акции протеста в Менску суперечис московской авантуры интеграции Беларуси в Россию. Распачалася агульная народная мобилизация на оборонных счетах. Закликаем поддерживать запередная идея оборонить независимость краины. Нехай одна и одна позиция не допустить захопа Беларуси в Россию. Мы не хочем интеграции с Россией. Тут выбор как на войне. Альбо оборона, альбо капитуляция. Пропонуем поднимать инициативу организации БХД и РАЗАМ провести суместную всебеларусь акцию протеста суперечис мовы официальных героев России и Беларуси об интеграции Беларуси в России. Акция начнется на Центральной Костричинской площади 20-я снежня об 18-й године. 25-я снежную субботу в протяг акции Миром сход на Центральной Костричинской площади початок об 14-й године. Лезунг нашего протеста. Не хочем интеграции с Россией. Пропонуем и просим принять удел у сходи и звертаемся до керавистов коллектива громадских организаций, профсоюзов, предприемствов, политичных партий, политичных особов широкой громадянской супруглисти. Информацию о подделе и пропоновую просьбу присылать на специально отчиненную электронную пошту депутатов незалежности. Додаток. Первый початковый спис громадских организаций, профсоюзов, предприемствов, политичных партий, политичных особов, до яких звертаемся непосредственно. Десятая Снежня 2019 года. Депутаты незалежности. Зянон Позняк, керавник депутатской оппозиции БНФ в Верховном Совете Думанского Спекания. Юрий Беленький, Сергей Антончик, Сергей Попков, Михаил Крыжановский. Списк, конечно, для депутатов открытый. Мы будем взвертаться до всех и просим зараз, коли наш этот заворот будет ухвален эти за уважением разглядеть, депутатов долучиться до подписания окроме этого документа. Спасибо, господи. Послушайте, сначала мы принимаем пропоновые обмерзывание тексту и основные мы на конкурсе делаем. После этого все выехались. Давайте просто по черзе начинаем. Просто на удокладнение сразу. Тут уже стоит дата и подписанты. Пытание о том, текст может обмерзываться? Это пропонова. Больше того, дата какие мы пропонуем, мы пропонуем дата включить Белую Русь. То есть БРСМ ситуация организации до кого мы звертаемся. На вот таким чином. Это пропонова наша. Доброе, господи. У меня есть пропонова не обмерзывать то, что поступило, а провести по всех. просьба. Одну только короткую реплику потому что сказал Ирина Великий Дяков что такие документы явился. У меня только будет одна великая просьба. Все-таки акция которая будет это не пропонова двух организаций это пропонова Больши Калиновского. Это вели важно. В принципе так да. Можно просто снять давайте по тексте сутки от меркования от дня 7 на наприканце. Господары. Доброе господарство тогда давайте просто почерзе починаючи от Юрия Адамовича Сергея Петрович Макчима те кто захочет зеленое так просто пропоновой просто пропоновой может в этих трех прилинных выступах так само позначать меты потому что меты в принципе не выночили да давайте давайте добрый я зразумел так тады кто сподарались Марочкин я просто я сгоден с гэтом и мне ничего добавить так зеленых кто стенд я устремаюсь устремаетесь Алексей Янукевич да коллеги глядите то есть я думаю что когда сказать про долготерминовую перспективу ну относно долготерминовую не кажучи про двадцатый потому что это наступный пункт парадку дня то у нас повинно быть две метовые группы первая это уже то те кто являются теперь скажем так патриотами то есть люди со сформованной национальной идентичностью их треба мобилизовать потому что коли мы побачили я думаю что так само вычитали фейсбук довольно шмат было меркованья что сябры не пошли потому что их не было чуванья что вот зараз минавито все вырешается потому что были выказаны что ничего никто не подпишет и это правда я думаю и известные блогеры и Шрайман и Пальшись писали что Лукашенко ни на что не пользует потому что свою владу не продать и это конечно фактор демобилизует я тут никого не осуджаю но мы должны это понимать что национально демократичный участок громадства треба мобилизовать и это один нахерунок працы другие все поширать это около людей и это может быть в такой большей дальней перспективе самое важное и тут есть такая конкретная пропанова объяснить может быть некий подкомпанию Беларусь Лебш и каждый месяц например публиковать 30 фактов почему Беларусь Лебш за Россию починающий от этого спорта что российские спортов никуда не едут все вы сейчас вышел ну ладно добрый я прошу пробачения буду сачить за часом тады сподарство значит так добра сподар его свежий ветер можно вставать как вас бачили мне Мы принимаем любые протестные акции в форме громадянского символичного деяния. Ниакие форматы, связанные с массовой площадью, революцией, шестями и затяжными акциями, мы не лечим зараз корыстными, потому что мы видим, что протестная активность невельно великая. Поэтому про 20-е, как это еще можно обмирковывать, или думать сразу про серию, после таких митингов, это не самая легшая из нашего фунта увлечения идея. Но про 20-е, как это еще можно обмирковывать. На кон заходы, которые будут делать еще, нам, конечно, сейчас нужно повплевать с мягчими сроками, и я думаю, что и у громадянской сухольницы политичная позиция, какие сроки есть, на формование довольно ясных отношений у Европейского Союза до этого процесса. Потому что сейчас они отношения не имеют. Но просто это вопрос, которое мы задавали некогда к этому Еврокомиссару Новым Копаширэнню, отказ звучал, что мы не ведаем, у нас нет позиции, это вопрос потребует дополнительного выучения. Лобиевание, смены их риторики и позиции было неважно, тому зараз я прошу на этот форум комендантской сухольности организовать назиральную миссию в Беларуси, которая, может, была до речи, тут, как бы она начала пранцевать, уже до 20-го, состояющего, размазать на инициативу, не держав на уровне, и мы этим чином, как считаю, что мы хочем успробовать на позицию Европейского Союза. Дякую, великий, ровненько у трехвилина у Клауса. Вячеслав Севчик. Жанал Исподарства. Народец, я застал. Держи. Мне абсолютно неприемно за все дочитать, что люди все знают, что отбывается там по меж Путиным и Лукашенко, потому что как раз вот анализ того, что отбывает с Украиной, с Беларусью, не включает их момент, что подписываются секретные протоколы, которые будут после ажентрироваться как раз дальнейшие домовленности. И там вот гэта теза, которую рассказал Шанон Алексей, которая участковая идея и про журналистов, и про участку активистов, так что, дескать, нас базы, гаду интегрировали, не доинтегрировали, гэта сегодня просто не небеспечна, потому что все знают, что такое день 2014 года, и все знают, что все здравомыслящие люди говорили, что этого быть не может. То мы все-таки закликаем вас до пильности и шеддингом, от вельминшмат, рейшел, которые просто перешкоджают мобилизацию людей на ворочные акции. Мы как-то забываем про свою историю, отрываемся в полный маразм, что коли на выплат не разгоняли ни в 2001 году после президентских выборов, не в 2004 годе, в первый день, возгонять в чьи-то в Калипорщину администрацию, и на другой день. В дни 19-го века 2006 года отрывались, что эти акции были выданы Лукашенко. Так что, это так само думка абсолютно штучная. Тут все просто. Кажется, что только крадут у 10 миллионов людей, то они спробуют это родить в тишине. И они сами не ведают, как их репрессии отбудутся на взрыве народа. Думаю, всем требует аккуратнее быть с выказыванием и все-таки мкнуться, не так, как нам подряд не казалось, а так, робить вычислисть, какую они хотят бачить, а то, что есть. Вот эти акции 7-го в 8-го четко показали, что без мобилизации оппозиции люди выходят на улицы. И это требует выкористить. И между иншим, некоторые акции, которые параллельно идут, меня начинают ображать уже, как белорусство националистов. Потому что начинающий с Ольгой Абрамовой в 96-го года спробует сталинский стяг, тынтеньшим выглядел, навязать нам виновит. Я Николе не забуду, я не мог листопаде 96-го года убрать у белорусских националистов. Червоно-зеленый стяг, который Абрамов вышел с парламента, дал им в руки и тримался. И люди мне прошли. Так нужно. Так вот, я просто взлетаюсь конкретно над компанией «Свежий ветер». Вы, коли спробуете обедать два стяги, которые воевали помеж собой на Донбассе, вы робите Веннекевскую справу. Эта справа Веннекевская закончится. Треба, на кольке максимум откомбализовывать Беларусь, а не всовывать колониальные лозунги в белорусский народ, который и так, досповомостно ухожу, в подверженные имперские пропаганды. Дякую, Дякую Великим Вячеславу. Так, господарство, идем далей по черзе. Так, Игорь Борисов, Игорь Ранкевич. Игорь? Будете сказать? У вас, в смысле? Нет? Игорь Ранкевич. Да, дякую. Собры, ну, по-перше, саправдываю, на ускорбленном партнерстве мы имели контакт с ЕС, в их нема оппозиция, что сказал Андрей. И это важно. Нам зараз треба формовать фактуру, аргументацию, педику правовую. Мы почали подриктовывать, как говорится, по нелегитимности, по нелегитимности всех погоднениях. Разбурать вот эту союзную державу юридично, с починающей 96-го года перевороты и потом все эти моменты, связанные с Крымом, до пошли, что там Крым находится. Это один бок, другой бок. Я вот вернусь на стараться фейсбука для экономистов, работа кулуарно, и закликаю экспертов экономичного кшталта в партиях, организациях. Давайте мы все же таки аккумулюем вот эту значит, личбы, высловы. Чему? Интеграция шкодная для белорусов по внешнегородовому балансу и так далее, и так далее. Вот это треба шкурное показать, шкурное для людей, что это кошкое. Для бизнеса нашего приватного и так далее. Это значит, особное питание упущенное личбы по финансам, по экономике. Ну и я учора был на громадской конструкционной комиссии, там была спричка, рихтуем уже один проект конституции, который мы можем вылучать для транзита, для перехода потом до незалежной Беларуси. И бытся бы нормально поставили судебники громадской комиссии, как бы все это вынести потом на конгресс, пусть и белорусский конгресс, вот здесь подармарочкин сябрараду, конгресс оборону незалежности Беларуси. Этот конгресс был створен в Снежне 2014 года, и он был обозначен и стал одеющим, я закликаю эту институцию, эту плясовку поширить новыми собравами, новыми силами, теннику партами, которые, может быть, тогда не хотели узвездничать, думали ли это ТБМ под себе рубить. Теперь такого ставления нет, есть разумение огольной небезпеки, и тому прошу увеличивать в рамках всех денег еще мощимость скликания поширенного у Сибелорусского конгресса оборону незалежности. Конгресс оборону незалежности, записанное, по-новому. Дякую великую. Сергей Тихановский, Игорь Борисов? Я просто хочу среаговать на реплику Вячеслава Сивчика одразу. И, в принципе, мы тут собрались комментировать акцию протеста наше супольное деяние супрать аннексии Беларуси России. И я бы пропоновал вылучать те речи, которые нас объедновывают и на другом не завострять питание. Например, если кто хочет приходить или пропонует прийти червоно-зеленым стягаме, то хай сабе приходить. Когда мы будем запрещаться на эту тему, это лишний разлад. Я хочу обратить увагу, что 8 год тому 15 год Харция выступала под лозунгом «Мы один народ», «Зубр клеил червоно-зеленый, сбил белым стягом по всему городу на клепке». Это мусить быть такая позиция, не лечу спречно, и шкодной, когда мы будем по этому поводу суток не проводить. Когда люди за незалежность, когда выходят под белыми и под российскими стягами, когда они за незалежность выступают. Доброе, еще как бы акция в Москве была, оппозиция, поддержка Супрот Союза Беларуси из России, в уголе бы выглядело пригоже. Так что вот такая зубрика. Дякую. Далее Вольга, Анатоль. Анатоль. А тут проходим. Я, наверное, до конца не внимаю сейчас убыть, поэтому сразу с пытаниями кто виноват и простей выглядаем, что делать больше складанных. Первое, я, как депутат 12-13 откликаний натурально долучшаюсь до того заклику, который сделали мои коллеги. Больше того, я готов попрацовать с депутатами 12-13 откликаний, на самом речь достаточно богат депутатов в них в легитимности, которые стояли под этим двором. Другое, так сталося, что сейчас передачу где от 20 до 90 тысяч проглядов каждая передача мая, поэтому, я думаю, что я буду сформовать какие-то посылы дотычные и питания Цанком, где то, что говорил Ренкевич, и какие-то наличные аспекты унести. Ну и европейский связь обратился инициативу, как Москва и Минск дали им информацию про формат перемоги, про повестку дня. Я думаю, что это очень важно. На этот депутатский запад депутата европейского парламента обязанно быть реакцией. Я погадаю, что нам нужно оттягивать международных денег, не только на то, что мы говорим, что это что еще четвертая, девятая, не памятую. Так, нет уже огучше. У нас есть полные мощности, нам нужно попробовать поднять рот тех российцев, которые смотрят на Беларуси к независимой европейской Украине. И вот эти акции, хотя это будут одиночные пикеты, которые прошли Москва, Питер, это очень важно. В ближайший час до нас приезжает один из российских демократов в Гозман, я думаю, что мы сможем провести перемогу, как нечто такое было организовано в реальности. И остальное предложение. Я предложил, чтобы было принято решение на терминовую встречу с Румасом крутым. Крутый ведет непосредственный перемогиный отказывая политично. Хочу сказать, что мы сделали такую пробу тратить на прием крутого, у него день, когда он принимал, но изведавши повестку и удельников, он просто соскучился с это. Это означает, что формальные речи не подходят, но я думаю, что для супольности можно принять такое решение не просто попросить, а мягко потребовать, чтобы такая встреча не всем разом. Вы выделите 3-4 человек и обовязково как никто был с экономичным опытом, потому что поездка дня, как мы не смотрели вельми бедно. И просто пропоновать такую встречу, в ближайшие часы, в ближайшие дни, такую встречу провести и организовать. Это можно было накеровать. Пусть 5 конкретных питаний, пунктов. Я не веду, Павел, прошу прощения, я не добуду до конца 20-го, я думаю, что тут просто нужно думать о 29-го, я думаю, это сделано невыбанно, и они попробуют пересунуть в тот час, когда не будут так организованы. это нужно выяснить, когда не будет встречи 20-го, а, например, 29-го. Это кривая ситуация, но ее нужно особенно обмерзовать и выяснить конкретные субъемы. Спасибо. 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 У меня несколько своих обмерзаний на коне того, что было сегодня неудобно, и я была на акции в субботу, и я поглядела на тех людей, которые пришли, к другу поразмовляла, и мне хочется дальше наши действия, протестные акции, которые будут отбываться, чтобы мы так сами разумели, кто приходит на эти акции. Я поглядела новых людей, которые имеют гражданскую позицию приходят. Я не повернусь, что оппозиция не закрепляет, люди мобилизуются. Достов показал, что если не было закреплено на потребной опоры и некие лидеры, которые берут отказность, и они на себе отказность судят, но эти люди, которые пришли, они пришли поддерживать, выразить свою гражданскую позицию, но не наши месседжи, которые они позитивные их воспринимали, и мне подается, что не нужно разделить людей, я так само поддерживаю Виталия на тех, кто поддерживает червоную зеленую, червоную белую зеленую есть люди, которые хотят независимости для Беларуси, которые выступают супер интеграцией с Россией, и те лозунги, месседжи, и заклики, которые мы будем укладывать в наступные акции, они должны быть позитивными и не ображать русских людей, россиян так само, потому что есть агрессивная политика и мы супер сей день вере есть русские люди, которые так само хотят в России, и они так само не шумят, кто писал, Воля, какая у нас позиция, мы не знаем ни про какую интеграцию, ни про какие ваши акции протесты, для них это питание не стоит в повестке, но для нас важно, но для людей, которые живут в России, они не знают про эту перемогу, поэтому так само важно найти, что можно было бы сделать, найти контакты с российскими политиками, так само там это питание включало, и была так само выказана позиция, и что я предлагала, это так само звороты граждан Беларуси до Урада, если звороты, которые работают в Ветер, у них есть форма, а я могу так само звороты прислать от самих граждан особисто на формах электронных во все зацикавленные адресы, я за то, как манитировать людей, которые приходят, их не оттолкнуть от их протестов, отбываются, как все таки мы когда скажем с трибуны лозунги, как мы так само уличили, что не треба и улады користаются, когда мы разделяем и ображаем русских, и бачите, что бывает, подумать над как другого не будет. Вот я обрагал русских? Не, ну, ну, я подчатку пропоновые, а потом их обмиркование, сподарство. Пропоновые, пропоновые, здесь заразу, зараз, сподарствуйте, подряд сподарствую. анализируя стримы и мероприятия, которые будут провести. Три хвилины, Дмитрий Козлов. Значит, анализируя то, что происходит между седьмым и восьмым, я читал комментарии, и многие, например, писали такое, почему все проводится только в Минске, вот я живу там в какой-то деревне под Брестом, и у нас тут ничего нет, у меня там есть пять-десять знакомых националистов, которые готовы были выйти, но у нас нет денег, чтобы приехать в Минск. И вот, предложения такие, что, а давайте оппозиция, и вот люди писали мне, типа, скажи оппозиции, чтобы они организовали в регионах то же самое. Ну, я понимаю, насколько это звучит, какая ситуация в регионах, я сам живу в Горше, и понимаю, что живого актива очень мало, то есть, вот если бы я, например, объявил какую-то акцию, сказал, давайте сделаем шествие, там, девятнадцатого, то вряд ли бы кто-то сказал, особенно, если оно будет нелегальное. Поэтому, но все равно сделают такое предложение о том, что не только в Минске, но и, например, до или после организовать какие-то акции в регионе, ну, то есть, поработать с людьми в регионах. Потому что многие говорят, вот все там концентрируются где-то в Минске, снимают под камеры какие-то акции, а потом уходят, и все как бы довольны, а мы остаемся ни с чем, у нас вообще ничего нет. Ну, также еще хотел добавить, что, например, во время парламентской кампании очень неплохо себя показала раздача символики, например, ленточек, БЧБ ленточек, ленточек с орнаментами, людям, чтобы как бы люди просто видели, потому что многие не знают, как бы это не странно было, что вообще за, какие национальные символы, что вообще за оппозиция, за что она вообще выступает, то есть, раздача каких-то буклетов, ленточки, там, наклейки и прочее. То есть, просто работать с простыми людьми, которые, например, не смотрят, там, политические каналы, такой вот. Окей. Дякую. Пропонова принята. Господа Розисовича. Парта Михайловича. Нужно получать. Пожалуйста, на Сибре, на Таврюнезад. Жен, отвечая, Дня Агамага, как буду я введенничать обыскованных акций по оборонам нашей Низавицы. Что по тексту «Зворота»? Может быть, по тексту «Зворота»? По Сляводе? Ну, обмеркуем по Сляводе. Особенно, да. Особенно. Просто, с початку, пропонова. Тоже на Сибре. Пропонова обовязково оборонять Низавицы. С усилием, а все. Дякую. Дякую. Зараз, 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 бульдинфанг, от Дениковой Стрелцы. Так. Молодой фронт. Зенис Абанович. У нас вчера отбылось осемное посаджение. Мы примали какие-то там питания. Ось, конечно, да. БРСМ и Белую Русь треба подтягивать. Сегодня ранится и поведомый мне секретарь с БРСМ о том, что они готовы пойти с нами на размовы на конт обороны незалежности. Зараз, чекаем отказа в Белой Руси. Я думаю, что в пятницу и в субботу мы с ними уже будем размовлять. Я думаю, военкоматы лучше. Военкоматы лучше. Может, военкомат лучше. И так само на конт проведения широкод у регионов. Мы так само запытывались борьбы сучки. Я был в Солигорске. Они так само сказали, что доброе было бы у нас провести. У нас есть люди, которые не могут приехать в Менск. Некоторых затримали в пятницу 6-го и они не доехали до акции. Это наши молодофронты. Они были затримлены. Сняли? С телефона? С этого самого? Да, я доведался только учора, что они были затримлены. К тому же так. Дякую, великий Денису. То, что мы учора вынесли, я зараз не буду это сказать, к чему мы пришли. Учора был молодой фронт, я еще некоторые молодежные организации. Я зараз ничего не буду сказать, к чему мы пришли. Мы уже дадим информацию, к чему мы пришли, что мы будем рабить и как будет отбываться и по 20-му, и после 20-го, и до 20-го. Я заразумил. Дякую, великий Денис. Так, европейская Беларусь. А прозвища людей, какие были затриманы, вы присудовали твои небольшие? Я так разумею, что учора повинны были дать. Я не буду самым немцем, господаря Вячеславу, мне только поведомили, что... Денис, конечно, журналисты тут есть, они смогут дать информацию. Так, европейская Беларусь. Я в курсе расскажу. Оказалось, про решики нас объедновывают, либо за все объедновые идеи несуместные. Но для нас больше важна минавида акция. Удастся акция, можно мне сказать, что далее. Потому что можно шматказать про компанию, заяву, но как бы каждую практику это никто с этого не будет, а либо толку от этого шмат так само не будет. Тому я пропоновал за все родиться на 20-м числе, на практических неких решах, доезд людей, нашел, может, техническое распространение, что если мерковать тут, что если может быть не тут, и прохтовать акцию. Потому что сейчас он не шмат, но выглядело не хочется. Ясненько. Дякую. Нет, продолжаю. Так, когда у вас королезь Чахольский, КХП ГНФ. Благодарю вас. Кухаем вас. Скажите, как человек, займающийся так самоорганизационными справами, коротко, по пунктам. Значит, первое, чем мы, я скажу, скируемся у своих денег по обороне и независимости? Это у нас есть артикл 57, так? Это наша, есть обоих, у каждого громадянина не выступает в Беларусь, это обовязка, это ровность. Берсерентинь, Беларусь, это самое, это, когда ты выступаешь и применяешь репрессии супротых, кто выступает в оборонной независимости Беларуси, это квалификуется одним артиком криминального кодекса. Здравия державы. Мы должны это сказать, что ты, кто будет супрот тех людей, которые занимаются этими речами обороны державы, это здравия державы. И она карается от праведности этому артикуму аж до высшейшей меры по крайней мере. Так, ты не доводишь. Хайные действия. Это первое. По-другому, я хочу потом, мы, конечно, по пунктам уже пройдемся по этой заяве, потому что это вельми важно. Некоторые пытания, которые прогучали от разных коллегов, скажут депутаты независимости и шмат пытаний сдвинется, як нам далей. Только, я кажусь, вот сказал, что только акция, это самое, а после будем глядеть. Конечно, и акцию обмерпуем, але есть, вот, собралась опершу, с оправдой, давно мы не сбирались, ромада, и не выкористить то, что мы зараз собрались, и не принять пыльные решения, ни 20-м, ни 21-м, ни 29-м жить, не заканчивается. На первой 20-е годы и так далее. Обороны независимости один нас не интеграция из России, с оправдой месседж этот, я погожусь с Волькой, что, значит, повинны довести мы и до россиян, что мы не хочем с ними интегроваться, и они повинны, так сказать, хотя бы три люди, и нечто разумеется. И 20-го выйдусь в разных регионах, а и там некольких человек, и станут каламбасаду той же России, и нам международную потребку абсолютно правильно требует организовать. Значит, у нас целый с вами блок питания, которые мы можем всем разом развязать, разумеется, это створение, кто-то будет информационной праздной заниматься, это, значит, скерование всех наших структур, которые есть, только, я кажусь, есть одна задача, оборона независимости. Это информация, это, и так далее, и так далее. То есть, у нас поле деятельности вельми шмар. Дякую. Дякую, люди сподарались, так, а лена не всем колелась. Великая поддяка Павлу за то, что 8-го выиграл нас усид, и 7-го, за то, что всем пропоновал вариант акт новой обороны независимости. Это первое, что. Другое, тут уже, господар, Игорь, начал сказать, значит, есть у нас мягчимость собрать Раду Конгрессу по взаимозалежности, и мы изберем до конца этого дня, у нас призначено уже поседжение, и на им мы так само обмеркуем мягчимость проведения такого всебелорусского форума. и третье пропонова моя такая, все таки мы все уже пришли, особенно вас подарались, пришел до того, что нам потребно стратегичное планование, а значит, нам потребен некий обменный штаб, который будет працавать не то, что там будет только до 20-го, а который примем стратегичный план, увеличивающий и по идеи 20-го. И коли у нас это будет консолидованная огульная команда, яка будем иметь перед собой выразные мэтры узгодненные и будет день учиться более нам никто не сможет суперстоять и народ будет за нами. К тому еще раз дякую. Дякую, господавание, Алена. значит, Сергей Антонович Корриваско. Дорогие наши сябры. На самой справе это первая встреча где разные люди с разных политических накерунков. Я хочу вам сказать первое, что я хочу поддяковать вам всем, кто начинал эти акции. Вы герои. Вы должны знать, что это современные белорусские герои. вы. Не важно, это сябры из вольного ветра, с вольного ветра. свежего ветра, эти хлопцы с пашей и так далее. Это вернее первое. Другое. Зараз первое питание и самое головное. Все ставят, чому не выходят люди. Ну, выходят, а не мало. Разные чинники, но самое головное чинник, мы должны это разуметь, самое головное чинник, самое головное колыске, где рехтуется, где формуется громадская думка, это элита. Когда элита разборана, когда элита обзывается брут один-одного, то это в Кубе бывает в громадстве. И при всех чинниках, это основный чинник, что мы энергетично чувствуем, что нема ядра, нема группа людей, которые являются не только поплечниками, но это мощная группа сил, энергетичная совесть и идеологическая, и Сябровская, как угодно. Это нужно сделать, нужно начать, объявить нулевый вариант, никто с кем не не сможет, никто никого не обзывает. Сегодня, как вы думаете, есть у Милтонки люди, которые за независимость Беларуси? Я думаю, что есть. Есть люди, которые за Беларусь? Конечно, есть. Я хочу призывать, я не в дельючу, как вы видите, в никаких разборках, ни на каких местах. Сейчас, когда нас Путин, в неком сенте, продакционно объедновывает, потому что они перешли до иншей практики, не промых агрессии, не таких, потому что они засумели, что они сплатили украинскую нацию. И для их самое головное, это сплатиць, самое небезпех, это сплатиць нас усих. Поэтому моя самая головная просьба до вас только провести, я лечу, что треба провести терминован сход усих политичных силов, не в рамках Конгресса, для этого треба арехтоваться, как там принять решение об таком агульном штабе, как там было на самой справе выпрацена своя повестка дня, выпрацена своя информационная повестка, самое головное пытание не интеграция России. Это сегодня может быть такого шанса у нас николи не будет. И треба сутекать один сад это самое головное и треба терминован собрать людей, всех керунков партии, профсоюз, я сегодня разговлял с неким профсоюзом, а учора не согласны так само прибыть на эту встречу. И объявить об тем, что мы начнем то, что мы депутаты незалежности об этом сказали, мы начнем громадскую усягульную народную моделизацию по одному питанию знов подкреслением не интеграции с Россией. Коли мы и трошки добрые не вины, не вины, я хотел бы как вам настроек был легче, бо многие думают, что мы по разу за по разами, вот люди не идут и все. А сгадитесь, хочу бы вы сказали на одно питание, а че хоть раз мы еще разом с вами проводили мобилизацию громадства. А вот уявите, коли зараз поднять у всех людей, які ходили на выборы, это групповки, которые избирали подписи за своих кандидатов, это тысячи, сотни, десятки, коли наглядальники, у одной ТВМ, 6 тысяч людей, 6 тысяч человек, и вот уявите, коли пропоновать им мобилизацию, коли каждый из них пошел по улицам, по квартирам, коли казали громадским пра гэта, то пайзявіцца вон тая сіла, якая зараз якбы адсутніча, энергія гэта накопленная, я хочу, как вы в этой переканаліся бачли, була самая головна задача, што зраділа улада, што самая великі небезпека, тому што у громадстві, громадстві беларускі 10 миллионів людей стратили свою суб'єктність, суб'єктність, як набывається, чіраз выбары, коли люди выбирають своїх представників і кірують країну чіраз выбары, і подруге, коли дзенючуть незалежні партийно політичні структуры, ўсі ці структуры немога дзенючать іх здавіри, выбару нема, суб'єктність страчана, таму утварення фактична параллельній системы, то, што мабілизація на пачатку ідея мабілизація, таму ў гэтым сенсі, я хочу б сказати, пачинається з нуля, мы ўсі волны, мы ўсі змагаємі за країну, ніхто ніхто бісне стукач, там, всім разом, бо пытаўне, оно одно, мы за незалежність, вот ў гэтым сенсі я хочу... Дякую, дякую спадар Сергій, так, ласка, Миколай, я, к сожалению, должен уехать щас, поэтому я очень куротко, я рад, что тема незавісімості объедінила таких разных людей, из разных партий, из разных организаций, і, што я хотел сказати, вот, я был седьмого, я наблюдал, ну, участвовал і наблюдал, да, мне вот бросилось в глаза, що люди, які вставали в цепь вот через площадь, да, вони не присоединились, или не все присоединились, а смотрели издалека на то, що ми були на площади. Поэтому, поэтому у мене какое предложение, що я вот совершенно согласен о том, що ми должны как-то, вот, ця тема незавісімості должна объединить всіх разных людей. Поэтому надо как-то постараться і постараться організовать таким образом, щоб це було максимально миролюбиво, щоб ми чітко говорили о том, що все, тема незавісімості способна объединить всіх. І що мене, як би, не не совсем понятно, як ми будем з цим розбираться, все ж, вот, какая роль Лукашенко? Ми його все-таки воспринимаємо як гарант или як угрозу незавісності. Понимаєте, тут тоже ми чітко як-то определитися, вот какую-то общую позицію вот именно по вот этим каким-то взаимоисключаючим вопросам. С одной стороны бореться за себя, с другой стороны именно он привел до той ситуации, когда мы вынуждены выходить вот с такой темой, темой независимости, которая вообще не должна стоять на сегодняшний день. Все, как мы ее обрели, она не должна стоять вообще, это должно быть о умолчании. Поэтому объединенная гражданская партия поддержит все решения, которые вы примете. нас не будет, но мы доверяем, что... доверяем вашему решению. Я хочу оппонировать. Я вижу, что у наших акций мы в уголе не повинны сгадывать, особенно громадянину. Наша мета независимость, и мы ее обороняем усими доступными нам сроками. Як буде ставиться до ВК господа Лукашенко это его пособительское право. По кое-что он поставился до этого остановочим. И поэтому давайте мы его сгадать не будем. У нас иншим это и задумали. Я же пропонула сфотерная. Арина, так, доброе. Сфотерство, Ярослав, на уменка руку за свободу. Я тут посижу тогда. Сябрит. Увага. Сябрит. Три хвилины. Сябрит. Рукова за свободу. вот молодой фронт что заявил? Там непонятно что. Давайте мы так зробим, чтобы мы не чекали ничего. Мы заразь гучно объявляем на всю Украину, что мы сбираем усих. И что мы обратились, домовимся, не, не домовимся, что мы рукаемся до БРСМ, до коммунистов, до усих. Ихайдут со своими флагами. И вот пусть они тогда думают, как нам отказать. Понимаете? У нас вот этот документ так само просим, пропонуем, надо повелительным тоне писать все наши документы. Ходить на красный светофор так само, потому что мне уже обзвонили все мои, кто меня хоть как-то симпатизировал, они говорят, ну вообще, ну как так. Правда, и вот еще Ольга сказала добрые слова, что с Россией мне одразу позвонили, немытая Россия, но мы можем сжигать Медведева портреты Путина, потому что это касается самостоятельно. А русских народов так не надо церпать. Их культура, и мы с ними были 200 годов, с литовцами 500 годов, так само. Так а что с ними было? Я просто ничего не важен. Не, ну когда там на весь этот интернет, немытая Россия, не надо так. Я с Ольгой сгодный, что это... Так это цитата великого русского Да это не важно, что она цитата. Ну цитата, да, но она сейчас неуместна совсем. Это Путина, да, можно сжигать, и это правильно мы сделали. Так, что еще? Хорошо, пусть мы решили. Так, еще другие вопросы, что мы не такие авторитеты. И вот письмо, которое тут мы сейчас читаем, я думаю, что пока у нас нема авторитета, давайте не будем ни одной фамилии, вот что мы здесь подписывали, потому что каждому где-то народ... Нет, мы напишем, что это вот сбор оппозиции от себя. Ну моя пропонула, потому что так, что еще? Ну вот мои вопросы. Дякую, господарю, Ярославу. Пропонула у меня из Павла. На червоный светофор. Господарство, это потом мы обмеркуем, когда будет стиховорка про 20-е. Так, Сергей Попхо, потом Владимир Некляев, потом Виталий Римашевский и будем тогда... А, Анастасия еще. пожалуйста, Сергей Попхо. Шановные сябры, чистая организация, чтобы... Вот я сгоден с представителем Ворши, нам максимально требует по всей Беларуси поднять вот этот лозунг «Мы не хочем интеграции с Россией». Значит, все наши акции, они повинны быть наакированы на грехе. Из этого года. Вот. Почему мы все же говорим, что да, 20-го и наша пропонома 21-я как более приехала из региона людей. Как они набирали досвид сами из региона людей, как организовываться и вот долучаться до этой мобилизации. Народная мобилизация это значит, что каждый город, поселок должен быть, должен быть строить некие соправды группу, которая в этом поселке проводила ответственную працу вот по мобилизации за независимость. Лозунг мы не хочем остаться не делиться. Мы сгодны с любыми акциями. какие самородицы. Али вот один лозунг нас поменим вот объед нас. Мы не хочем не раз в России. Я вот требую поднять и на этом проводить мобилизацию. И информационная праца бельмин добрая. Али без организации ничего же не отнимается. Рухарь за все структуры процессов, трактов, организация, за все реальные люди организованные. просьба оцбеш разглядеть уважнел вот гэда, как подтянуть сюда до дурмана. Цякхуй, Сергей Петрович. Так, Анастасия Криласка. И кали можна там в выключенных выпадках там по еще хвилине ты, кто уже выступал. Добро, там Егор, господар Криласка, Анастасия. Добро, так. Парты зеленых. Кали по метах казали, мы казали по метах ну я згодная с тем, что трэба один мэсэдж и отключить усе остатние. Домовится и доносит до всех твоих сторонников, которые могут по инерции что-то еще пробовать робить. То есть на этот час один координационный нуральчик может быть домовится про то, что у нас есть один посыл. И докладно, докладно, докладно. Далее мне подается, что ну и знову же мета з'является максимальная информационная закрытие и максимальная достиженность до тех групп, которых мы за ручку не достигаем. Ну в сенсе есть певные группы населения, которые завязаны на недержавные медиа, на своих бабах и так далее. Наша задача как бы зараз максимально закрыть разные группы по одной коштовности взаиме синхронизовавшися незалежность не глядячи ни на что инше не спрачаюшися с таким посылом на обеднамент. И это мне подается в этом сенсе неверно конструктивно будет пробовать сделать тем более за таки короткий период один мобилизацийный ну один штаб это будет слишком громоздкой и слишком подчаса и по-другому это все таки люди как сказать завязаны на полную деятельность с традиционными подыходами и так далее максимально на самом речь когда просто думается про то что компания идет с таким посылом то разбиваться на секторы и максимально окучивать свои то есть группы до которых вы досяжны до которых кто еще стараться максимально закрыть новые и в этом сенсе например традиционные сопроводается много молодых людей мы проводили фокус-группы и так далее которые не придут на площадку традиционные формы протестов и так далее для них працуют мы работали у нас такая была будка народ приходит подписывал листы за этот час мы могли с ними разговаривать люди с усима политичные и не включались и не подписывались и мы эти листы отправили в этом смысле треба витать как больше инициативы когда выполняется домовленность про один посыл то необходимо просто информовать один одного не попробовать сделать один штаб по кированию потому что это необходимо разорвить и треба находить новое шляхи шукать новую мову новые форматы акций и еще один момент когда сказали что регионы попросят композиции что организовало это добрый момент ставить ставку на децентрализованную идею никто должен сдать брать отказ за то что мы лидеры измоган за жизнь сказать людям мы можем дать 3-4 модели что вы можете сделать организуйте это посыл про самоорганизацию отказ белорус наверное важный спасибо Анастасия Владимир Николаев что вы уже сказали я просто перо канады я думаю с этим перо канадем мы собрались что выбрать ситуацию в этот самый первый раз может только массовая статистная акция и наша задача творить эту статистную акцию за увесь сейчас проявлено нахожение в домогатышном 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 баку очень посыл пасов пусим бачу разом пришел час и уже это меня не 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 что не все предупреждает доклад но скажем слово интеграция само слово интеграция не самое лепшее треба чтобы сказать синоним просто оно не все разумело до 8 до меня подходили на площади люди писали а что это эманация интеграция это суперзем гиднане так и скажите что вы суперзем гиднане все не хочет позитивно любого у якости у денег я только одну как бы ред тут шмат казалось про то что люди боятся так вот нам позвонили айтишники и сказали вы не охренели журналисты мы удалили фейсбук и ни на одном смене на нашей мире нигде не было объездки что будет 7 числа акция мы пришли всем колхозом но дело в том что я вам просто предлагаю подумать пока вы тут все собрались а как вы будете людей повещать что 20 у вас это все мероприятие ни одно сми сегодня не опубликует что 20 больше потому что минюст тут же напишет предупреждение что вы закликаете на это Наташа ради нас не закроет наша мира свобода они же даже не давали что 7 потому что даже если спрашивают если так вот потом 20 тоже можно сказать но сейчас они дали разъяснение что если даже какой-то СМИ пишет что а вот вы призываете людей а как вы думаете что они пишут за волерную форму заклика на несанкционированные мероприятия так что пока вы тут думайте как вы будете сейчас 20 подготовиться чтобы люди знали что люди не пришли они боялись потому что у лад тоже вы верно нет спадарство в реальности я думаю что у лад потребные люди на площади треба чтобы их было мало и они стараются сделать это выпил обзик добр тебе сподар Егору Хвилинку и за теми что сейчас Хвилина поскольку было поднятое питание с гульного штабу и дзея неу на период 2020 года то я нагадал что была кучная идея Владимиром Москвеевичем про то что для обороны незалежности нам треба сорвать референдум по изменам Конституции и выборы которые будут поеданы с этим питанием и пропонавал идею после этого взрыва установочего сходу про первого кулания державы яка продуглеживает полный формат дейологу с этими владами полный формат вымушенного дейологу для тем не меньше эта идея не может быть принята некритично и свежий ветер уже завернулся по меркавании критики этой идее и когда мы думаем про стратегию не каких огульных денег на бегущий период я хотел бы так само отметить относимый до этой программы дейологу установочи сходу скажем это сергей тихановский бургер очень плохо смотрелось москаляку нагиляку вот это надо все убирать провокаторов которые есть прям убирайте в российских сми там такой пошел никаких просто вот и дискредитируют все вот есть кто-то рядом не знаю может кто-то более там какие-то правые убирайте этих людей потому что они провоцируют вот это все обливают здорово что все могут объединиться один лозунг это клево и очень нужно чтобы действительно не только Минск это был и во-первых будет у вас опыт подготовки потом для каких-то дальнейших мероприятий обязательно нужно пробовать хотя бы властные города господарно радости слово Игорь Борисов радости дякую дякую Павел что дозволили значит ну по-первых если бы мне такая пропонула все-таки вы значит с измытными яке мы ставим подчас в проведении вот этой акции каждые 20-го числа то мы ставим умовно кажучи сбираем за мету собрать там люди которые супры либо мы мобилизуем свои структуры как бы мы широкое представительство в этом леку людям пропонуем как они лучше и то что было я разумею вот это были там за руки брали стояли это все судовно то что люди пошли на площадку это все так судовно мне просто такая я пропонуваю это размежевать и суместить одночасово так практично вы не забывайте что зима на улице например 6 годину дельничеству митингу это не комфорт для широкой громадности если мы мы хотим как бы на это мероприемство пришли не только люди которые готовы 10-15 суток отсидеть но и те кто готовы взять с собой жен и детей то это только идет про короткочасовую акцию если мы хотим как бы эта акция подобного штата перекинулась у регионы то мы должны в Минске показать мобилизацию и показать что это было безопасно поэтому я конкретно пропонул тут в Смитарии Егоров они пропоновали собираться людям вдоль проспекта браться за руки я пропоную подтримать эту инициативу и она будет широкая и сделать так есть проспект незалежности есть например 10-15-20 структур каждая организация берет себе место где она сбирает своих прихильников мобилизует те списки которые она там может умовно кажучи и они подчекайте до конца пробить эту акцию по всему проспекту после все переключаются долучаются до широкой акции протеста на той же самой как как тоже как вариант таки и у меня так само когда проходя акция великая просьба брать выключено национальные стяги не стяги партийных структур а потом что-то там выкористовывал это под себе что мы тут пришли перемогли но люди когда это бачут они не хочут сегментоваться что-то иншее есть еще важный момент мы не должны только оборонять незалежность не должны наступать на те моменты которые становятся актуальными в 2020 году никто еще не сказал что в 2020 году будет подписание домов АДКБ будет переподписание домов на военные объекты территории республики Болурика мать на вас великая газович бас это моменты они так на мою думку они должны фигурувать в наших мессенджах которые мы хотим могучить относительно москалякова нагулякова и все остальное все что мы не сделаем только тот факт того что мы видим подборщину на белом в этой руке мы сборщем бандеров так и и опорщине опорщине я выникам я горжу выникам выникам сяняшнего дня по веностатису скажем подписание скажем какой-нибудь известный вот это вот заявок я выкину там пеший абзац скажем что это не только депутат за незалежность первое это выяснится все же формат мобилизации увага формата мобилизации это робится широко где все же не узко я скажу ты кто готов донатиться на 15 судах я заразумел дякую велике так сабрай зараз Миталь Ремашевский Алана и мы заканчиваем напомни обмеркование нет 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 сабрай тады попал квелины тым давай так аля пасля ты можешь разразить короткое подсумование подсумование я уже записываю еще одно короткое ковы мы уже под тем что подсумование это не в поветрах все были размок у меня есть пропонова под тем что огучало удочинение до России и так далее зарабить зворот до громадянской супойности Российской Федерации спропанова подпремать акции супротран интеграции от громадянской супойности Беларуси и политичных партий и оппозиции На конд осветления у СМИ я пропоную формально, хотя поздно, неважно, подать заявку и таким чином дать максимум СМИ сказать, что на 20-го Снежня подадена заявка на Костричинскую площадь у СМИ могут написать про факт подачи заявки, это нормальная речь для раскручивания, для информования людей. И третья речь на конштаба, я подтремливаю пропонову с подарения Олены, мы можем идти там, конечно, сбираться и по особку, але некие координационные отляцовки треба захавать, может быть, обмежевать, конечно, присутничали простойники организации, до трех человек, до двух, але это треба, потому что, как мне, отбывалось и так, что у нас была координация, все-таки я лечу, что больше корректно было, коли кто-то, например, организуя акцию, а другие, они узгоднившие, не примазываются, инший формат не робят. То есть, хотя, по выннику отремливаются и добра, а все-таки не координационные, хотя бы напередать не, и это нормально просто. Как мы деничали в одной речи, а не в той речи, все. Дякую. Так, летаю сильно, дякую, что вы забрались, я зараз выкажу позицию от нового блока. Мы хотели бы сказать, что акция, в принципе, была недрянная, и первая частка с Ланцубом, особенно, людям зашла, все говорили про то, что хотели бы долучиться, или информации была недостаткова, тому не все, як бы, даведалися ранее, что есть Ланцуб, и пришли, кто-то уже пришел на митинг, кали сабрам написали, там, знаем, кто-то пришел на Ланцуб, кали это было не так массово. Вот, мы хотели бы поднимать эту идею, что идея лысунгая, она реально обмит новая людзей, и подобается, и молодзе, мне здаётся, и старейшему покалению, гэта что-то новая, оригинальная, и можно бы сконструвать увагу цена лысу, и придумать некий новый формат, так само акцию, за какой люди просто станутся и объединяются. Еще пункты по митингу. По митингу шмак людей выказывалось негативно про то, что были однольковые лозунги. Усим уже, как бы, троху, ну, не подобается, что, да, она закучала, что транслююсь одные и те же лозунги. Я не супраць, я, наоборот, только за лозунги «Жве Беларусь» и остатних, але, кали яны транслююся, там, пять годзин, и наступный день так само пять годзин, и гэта не заменяется нишим, гэта просто для людей некий уже тригер. Яны думаюць, ну, скажите, нечто инше, кали ласка, але люди не говорыць ничего инше, и все сводится до одного. Тобак, мне здаётся, гэта про то, что треба некий продумать мэсэдж, дакладно придумать новые цікавые лозунги, акрамя, які будут выкурсовыцца, акрамя «Жве Беларусь» дан Беларусь перед усимой остатне, яшэ трэба сказаць про тое, что шмат льдзей выказывалася, што их пужала, што все разом пашиналя считаць молитву. Гэта, ну, я не супраць так само выказываня своей позиции и религии, але мне здаётся, галі мы збираем, типа, массава льдзей, и ходим, как усим вам было зручна, им падабалася гэта, каб яны уключаліся ў працэс, трэба нек махчыма не рабіц гэта праз микрофон, ну, массава, тобок, давайте петь песні, які ведуць все, туеш пагло ню, давайте спаём, там, «Бойны света», яшэш, то есть, ну, тому што гэта аб'яд нова льдзей. Гэта, калі яны ведуць гэта, гэта, ну, надварот, их, ну, неку цеплоню их узварюшыць, а не прамалитвы. Ну, ёшэ трэба сказаць пра то, што трэба клапоціцца пра людзей, і людзі замерзалі, махчыма нам трэба ровінізаваць термасы с кавай, горбатай, калі мы будзім всё ж такі робіць мітэнг і стаяць, то каб людзі, якбы, ну, не, ну, маглі стаяць задалей. І пытання іще пра тое, што координація повинна быць. Людзі выказывася пра тое, што яны не разумелі, што будзе далей, то, куди ми йдем, чому ми йдем туды, а не туды, махчыма трэба прадумаць план, конкретно праписаць, і потім ўже по цьому плану дзейнчись. Алана просто спознілась, а ми домовлялись у другої части, уже Меркова, двадцатая, ну, просто она на кого нічого. Добро, принятая всё ровно, і конструктивна критка, і так далі. Господарство, попав Хвилин, і просьба тим, хто уже выступав, Вячеслав, Вольфгар. Моя просьбвання такі разом гучало, так все одно господарство. 80% тих людей, которые приходили на 67-го, 8-го, так, і вони абсолютно не знали, що вони йдуть на сутки. Люди, які нікуди не ходили. Разумеєте? І, в принципі, тих людей так само треба поважати. І не треба мені указувати, у кого там якісь проблеми, хто-то где-то живе, хто які лозунги може носити. Я, беларусський націоналіст, я свою позицію викажу. Але ж, Віталю, ти можеш брати, що воно з зеленого стратк, істина плаща. Я не буду, але я ображаю. Я не ображаю. Я никого не ображаю. Я виказываю свою позицію як беларусський націоналіст. Я маю на гэту пра. Добро, дякую, Вечслава Вольфгар. Мені, на самому реч, адна пропоновано конс офіційності, гэту, гэту, гэту і акція, наприклад, 20-го. У нас, Віталю, а гучше, максимума, наприклад, за 15 дн подати заявку, да? Але юридична на Кастришинській площаді. Ми так само не можемо проводити, але за 10 дн. У нас морщимість єсть, сьогодні, поршній день, падає заявка, наприклад, на київський сверх. Я просто до того, щоб... Почекайте, можна я декажу. Гэта мая пропонова, яна може біць там, не знаю, приняту ціне. Але, а ви паділи так само думаць, яким може біць сценар, наприклад, 20-го. Зараз нас влада підтримала, нікого не затримали. Але ми не бідаємо, який сценар може біць 20-го. Не може башагатися, і вони можуть затримати там лідерів, можуть не дасть мовчимісті людзі вийти. Я про альтернативні някі варіанты, які можна розглядзіць, які дають мовчимісті так само журналістам запрашати людзі і зробіт някі інші формат. Ми можемо зробіт, не віду, концерт у київськім сверху, да? 20-го, там, цю 25-го. А гэта мая пропонова, що може біць яшыр варіант. Добре, господарство, пару репліків, прийласка, Юлі Адамов. Добре, господарство, щоб влада нас підтримала, тому що не затримала. Бо це ж ти втворяється в маразі. Юлі Адамович і господарсь. І закай, господарство, ми підвозимо рейсу під обмеркованями, я тоді агучую пропонуваю. Так. Ну, господарство, мисли. Добре, колеги ми порануєте. Увага! Цепри! Ми не супер для того, як зняти перший абзац, але зняти за основу самоголовний суд нас. Самоголовний, як зараз, ми всі були разом, як ми не спрощалися. І це один лозун, не хочемо інтеграція з Росією, як він з'єднав нас, і ми супольно зробили те, що ми мусим зробити. Тільки добре, хочу сказати. Аминь. Дякую, Олесь, і собі я агучую пропонуваю. Шановні собі, я перед тим, як тоді виступав і сказав, ми нікого не повинні просити дозволу на оборону своєї країни. Це перше. Аминь і крок, наверное, повинно бути. Ніяких дозволів на це не... Це наш обов'язок, і ми його виконуємо. Що буде 20-го, як раз 20-го, і покажуть. Я нині за здраву і несуть отказність ці, ну, скажуть, займуть нейтральну позицію. Що ми за їх будемо? Ми ж розуміємо, що в будь-який момент скажуть «зачинять», «бійте» і так далі. Ми на це йдемо. Ми обороняємо свою країну. І не може бути інших вірководів. Дякую. Дякую. У мені є пропонова сподарства. Тут шмат звучало організаційних речів, які неможливо реалізувати без координації, зборки і так далі. У мені є пропонова. Середа, суббота, середа. До 20-го, по крайній мере, є ще суббота. Коли можна собрацься, є ще середа одна. Ці була б згода, наприклад, у гэтую субботу собрацься. Може біць нам соціал-демократы дадуть гэту пляцовку. Сізьмогуць. У субботу. Просто глядіться, як у нас не отримується внову ситуація, що там стримы, не стримы. Давайте ми про це поміж собою домовімся і коли треба буде зберемся. В узким кого? Ну, в узким, не в узким, но... Не-не-не, чому? У стрим. Ну, Павел, кажи, як ти казав, що нам пригласили собратися, собратися в субботу, і провести... Саме головне, що ми повинні зрозуміць, що ми можем гэтую сілу, яка стоїть супрати нас, пермагачити таксамай сілой. А сілу тут варіць треба разом. Калі ми це не... Там, у терміноу треба зберать людей. Сабай, да... Значить, просто без часу... І без места. У субботу і наступну середу ми зберемся? Да. За праимшину організаційно чисто ми не зможем потягнути. Я, конечно. Суббота, це 14-е. Ні, ну, по місці визначені. По місці визначені. Добре. Тоді просто спишемся з тими, хто подивив... Можна попросити Алексея зафіксувати тих, хто буде удзінити в цьому штабі? Хто у середу готовий собрати... А у субботу, 14-е, готовий собратися і обмерковувати цьому штабі? Ясно. Можна зразуміла. Добре. Значить, в субботу такой же даний є. Наступна середа. Знову пусть збираємся? Так. Збираємся. Добре. Это минимальний організаційний момент. Зараз ми йдем по пропонувах. Господарство, зворот від консервативно-християнської партии. По зворотах було такое питання. Удокладнити... А депутатурки нет партии? Пробачте. Это просто вся в РКХП пропонування. Добре, добре, добре. Зворот депутата у незалежності. Просьба там була поправити організаторів, там выкреслити організації, просто покинуть, що люди прийшли на Кастриченську площу. Коли гэта мавчима. І підписывать його усім. Ці згода... Сподарства. Те, хто депутати незалежності, особо позначаються, що не депутати незалежності, хто не, просто як особо він підписыває. Так? Згода. Добре. Тады, значить, зворот приймається, перадається у пресу. Ну, коли можна, тады іниціацію, зворот, а не контролюється, кабето все. Подписалось і дійшло. Добре. Сформулює тады абзац. Сформулюється абзац. Усвідомляючи і пропонуємо підтримати іниціативу. Пропонуємо підтримати іниціативу людей, які є сьома, говось має снежний, вийшли на Кастриченську площу. І вот тут, коли я кажу, що в поведітельному тоні не пропонуємо і просимо, а що ми заявляємо... Настоймо. 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 Я знаю, в белорусі, що опозиція прогресивна ісхідна. Прогресивна ісхідна. Пропонуємо ісхідна. Закрікаємо ініціативу. Забри. Зараз заяву. Коли ми дошли, то треба зараз заяву і закрити. Заяву. Я тут дискоратив її. Після абзац. Зараз заяву. Зараз заяву. Зараз заяву. Зараз заяву. Четвіртый, белар. Зараз заяву. Сказати? Зараз заяву. Раз на месяц, по куль идут эти интеграционные гульни, а я не меркуючь по усим, надолго. Раз на месяц публиковать по 30 фактов, чему Беларусь лучше, чем Россия. Шмат разов перегукалов, сега-то пропановые, Беларусь лучше. У меня великая просьба, ти сам Алексей, инициатор, не може взяться на себе вот это все цернуть. Карденовать, да. Карденовать эту справу. Доброе. Беларусь, компания Беларусь лучше. Зразумело. Так. Так, может быть, не той месседж, не Беларусь лучше, а, ну, как уже это на людей, адразить, ну, на самих людей, беларусов или Беларусь... Ну, давайте, парады приватным выпадков. Мы же прописывали пункты, как это адрозили. Не, апрык, молоды фронт, ё, ище пятого, раби улётку, где всё это отписывалось. Это, ёстин фронт. Сэмры, по приватностях давайте Алексей аккумулюет пропановые, и это всё выходит. Доброе. Сэмры, Алана, Денис передаются Алексею... Спадарь, Егорова, все передаются Алексею, и это справа идея. Спадарство, након червоно-зелёных стихов. О, вот это вот червоно-зелёные стихи проходило. Значит, цеспадарство, у меня её есть пропаново. Мне, например, так само скидывали люди, там, давайте мы организованно завезем червоно-зелёные, раздадим и так далее. Коли ктости хочет, приходит с червоно-зелёным стягом, хай, приходит. Коли не хочут люди, ну, не пихать ему руки. Так Лукашенко уже об этом позаботился, там уже стоят на палках готовые, и не надо приносить. Сэмры, в реальности, ну, в реальности, кори мы зараз пошли им что-то заборонять. И отбирать так само складано. Тому есть просьба погодиться с тым, что кто прийде, то и прийде. Не прийдуть, значит не прийдуть, значит не треба. Всё. Взгода? Добро. Наступное. Конгресс обороны незалежности. Я так разумею, что ТВ Белорусской Мовой и инициаторы Конгресса за незалежность усеровано будут его сбирать, будут запрашать, я так разумею, и ты, кто есть тут, и инших людей. Просто примаем доведомо, подтримливаем эту идею. Слушно? Что? Конгресс обороны незалежности. Далее, приём Румаса Крутого. О, спадара Лебедьки, я так разумею, он взял на себе обовязок, кто готовы исти до Румаса Крутого, как просто мы спадару Анатолию передали, кто готовы исти на приём? До Крутого Румаса. До Крутого Румаса. Есть люди, готовы исти на приём? У нас есть такие крутые? Экономисты. Доброе утро, спадарство, давайте так, я передам спадару Анатолию, что и он повинен, ну, знайти, запытаться, вызначиться. Доброе утро, есть, есть, домовились. Так, далее спадарство, что отличается регионам? Я маленький, оглядный, как бы, маленькую оглядную перокличку провёл, но не вельми, скажу я вам, меня не устешил. То есть у регионах, один регион, який зараз конкретно заявил, что он не что будет зарабить, это Городни, 15-го, они будут зарабить 15-го. Некольких городов мне сказали, мы поедем на Менц, потому что организовывать несанкционированные акции с кладами. Тому, в принципе, так, Сепрей, просьба, стрим не вести. Стрим, просьба, мы же домовляли, что стрим вести. Не, кто-то из Димая план, это план. Сепрей, стрим, ну, мы же домовились. Не-не-не, они сняли планы. План можно снять. Доброе утро, доброе утро, да и остатки не витры. Доброе утро, Сепрей. Картинка Хайгуде, да. Стрим просто, мы же домовились в студии. Далее, сквадарство, регионы. Значит, 100 тысяч региону, я так само пропоную просто это отдать регионам на вырошение. Потому что мы тут наводкали, закличем, а там ничего не будет, будет. Заборонить не можем. А что, требует закликать регионы на Менскую акцию? Просто увеличивающие наши реальные силы. Не треба закликать. Закликать треба. Закликать регионы и приехать. А там, я понимаю... А на двород? А на двород? На двород далеко не хвалят. Это решение. 15-го угорода не будет. 15-го угорода. Да. Я тоже, понимаешь, что... Доброе, Сепре. Кали можно, давайте мы заразь, рейтинг-габанево-неверикое голосование проведем. То есть, относно закликать. Одна версия. Закликать русских на Менск, а там далее регионы выжать. Яку себе робить. Другая закликать, как это регионы, две версии. Ставьте, что... Нет, в третьем... Брезвово-банево. Недельно. Закликать людей, которые... Закликать в 20-м момент. Поднимать акцию в городе 15-го. Поднимать все три акции, которые будут ранее... А, ну, в принципе... Ну, это так. Доброе. Да. Доброе. Я думаю, что по этой схеме... Сгода? Сгода. Сгода себе. Далее идем. БРСМ, Белая Русь, все равно это будет... Звороты особные есть. Звороты депутатов незалежности есть. То есть, к тому эта тема уже, как бы, обмеркованная идея. Агульный штаб. Ну, домовились, что мы сусторкаемся уже у субботы. Так? Павел, это можно заработать еще некую онлайн-сутоку и координараться там, учатся. Кто готовы организовать эту онлайн-сутоку? Повестковый весь час избираться тут. Есть администратор уже потенциальный, кто готовы это все взять на себе. Я обращаю сюда, что не возьму, у меня я трещу. Игорь Борисов, как господар, чат, узначалец. Нет? Есть кто-нибудь готовы. Тогда в приватном порядке просто треба вырежьте. Мы таки даем потом все у Фейсбука, у один чат. Либо мне это все уважают. Зараз нема просто человека, кто будет взял на себе. Ну, я створу. Не знаю. Игорь, створы, стойки чат. Все, я сразу. Игорь, створы, чат, запросить у Фейсбука у таких людей. Домовились. Мобилизация. Кто-то, про что казался, подав Сергей Антонович? Просто зараз поднять огульную мобилизацию людей. Я думаю, что это треба робить кожному на своем месте со своей структурой. Просто казать, что все брыли. Край могут продать. Полная мобилизация. Каждый робит, что может. И координуем, что может. Логеры, особенно, должны выпустить видео, в первую очередь. И то же, что мне не понравилось на акциях, вот когда я был, что журналисты, как бы, да, независимых СМИ, так называемых, они себя внешне никак не ассоциировали с протестующими. То есть, понимаете, есть, нет, есть журналист, но журналисты, они тоже люди. То есть, они должны показать, что мы тоже вместе. А то, получается, они, как бы, мы тут свою работу делаем. Я же пропонова Дазмитрау взять интервью у Сергея Антончика на Краймод Мобилизации и запустить его по своему каналу. Хорошо. Доброе. С поддарства. Далее. Увага, увага, увага. Лукашенко вынести задушку. Я разумею, что это, вернее, спречная тема. Там кто-то будет сгадывать, кто-то не будет сгадывать. Ну, просто в якости огульной рекомендации, да. Меньше я возгадываю, такая думка есть, так? Можно одну реплику можно? Я зараз... Ну, просто пропонова поступила, нам требовать. Трохи отремовый инсайд. Это хлопцев, кто один катався, или, как я у Анатоли отъезжал, значит, и все такое. Значит, еще там их роста. Это, зразумево, если царские полномодства не хочут давать. А с пунктом вреджения политтехнологов ясно, что зараз нам троха меньше выход рыбача вать. А ли президентский выбор никто не обманял, и то, что у нас за цепь не будет. Тому тактыка такая, мне понравится. Зараз сможет меньше акцентов, а фото у президентских выборов еще стать не злой. Я заразумево, не регулировать, пропонула Вячеслава. Я выступаю за демократию. Пробавьте весь ваш сход, не можете забронить сказать... Это то, что я думаю. Доброе. Я заразумево. Не маф это... Ну, просто акценты... Это компания. Учала пропонова Лукашенко, я бы не хватит командок вынести... Севры, тому я и охочу. Так, пропонова кучала их вынести за рамки Гусё. Остатние, окромя темы незалежности, над этим оперизацией... Ну, господи, я вылезти, потому что... Доброе. Севры, си есть огульная сгода. Си есть огульная сгода, что можно выращать сам, что не заболеть про Лукашенко. Все почули один от того. Да, мы же... Чистовик, значит, набрать... Севры, молодой человек, завтра скажи... Вопрос просто... Понятно, что никто никому не может что-то запретить. Я не могу полететь, забрать микрофон и киевать его, типа, ну... Ну, дело неважно. Дело в том, какой мы в общем, как бы, да, месседж хотим давать. И как мы думаем, будет как бы лучше и эффективнее для того, чтобы больше людей появляться. Дякую. Ну, короте, у всех почули. Вас почули, с подарю, Алену почули. Зарабили вы снова. Важно лучше не кричать, там, диктатуре, баста, и так далее. Извиняюсь, если я кого-то кричу, да, потому что большая часть населения страны, это не то, чтобы им похер на это, да, они просто будут, как бы, мимо ушей пропускать, или даже негативно относиться. Ну, это не факт, али ты не имеешь, мы почули вас, добро. Господа, все почули. Так, по Лукашенко, сразумело, пройшли пытание. Наступное, с подарове. Звороты до державных структур с закликом на акцию до обороны незалежности. Кто еще готов их запускать, готовы робить, ведать, для кого долучиться? Звороты до державных структуров. Кто еще, кроме депутатов незалежности и молодого фронта, будет такие звороты робить? Парты, структуры, особо. Чтобы все знали, что мы до них сразу, вот сегодня решили, и завтра. Кто готовы взять на себе, подрихтовать и запустить? Есть такие люди тут, в зале? Звороты куда? Звороты у державных структуры, починающих от профсоюзов, завершающих, там, чиновников. Я на реплику Калисти была такая профанова, разделить наметовые группы, там, та-та-та. И это время складано. Когда мы створали редакционную группу человек пять, и копьяны писали разом с журналистами, там внутри были, ну, это конгресс, я память, у АТС. Это не было. Добрый, собрей, давайте думаем тогда до субботы, у субботы это все. У субботы тогда редакционную группу. Я сразумею, переносим это питание на субботу. Добрый, собрей, на конт, значит, России и российцев, я думаю, то же самое, что с Лукашенком и так далее. Все-всех почули, как это не выкористовала пропаганда Варта, Махчима, там, обвестись без промых образов, ну, а левы, оказываться словами русского поэта, тут не заборонишь. Клик, ярко. Мужчина говорит, что будет кричать все равно, что будет кричать, что все равно не москаля, не москаля, не москаля. Я тогда не буду освещать эту ладь. Я сразумею, сябры. Не, ну, не, 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 подоросимчик, у нас тоже будут с москалями плакаты. Я не буду. Тише, сябры. Сябры, колеласка, увага. Сябры, колеласка, увага. Москаль, это слово не ассоциируется с российским народом. Коли мы будем обмерковывать 20-е, мы до этого вернемся, тому, что мне подкидывали, так само, некакий человек у социальных сетках, вот, идею, там, специального, там, офицера, те, комиссара, который, там, будет, значит, подыходит и цензуровать плакат, это ведь не склада на это, вы разумеете, да? Да, а тем не менее, по курсу, мы тут ему проезжаем, тому, что это не про 20-е, она, вот, говорка, говорка про независимость. Ну, мне начало такие. Я, Вячеслав, я не сказал ни разу, я не сказал, я еще выступаю за право белорусов, носить нормальный лозунг, я не достигаю на ваше право, так, действите, что вы можете. Ясненько, сразумело. Доброе господарство. Я в этом пункте подтремливаю пропонувывать и закрыть вот это вот все, свернуться до демократичной супровидности или кто там у них есть. Россия, Виталя пропонувала, наступное умение. Обовязково, да. Рабите акции супер-интеграции. Все. И в этом закрыть пытание. Да, и в этом взвороте можно окрестить так само ставление, да, российцев, да, российской громадянской супровидности. В принципе, да. Виталя готовы накидать текст? Ну, доброе, я могу до субботы накидать. И пытание вот тем, что мы, на самом речь, мы не можем заткнуть рот кожному, но, как организаторы, мы обовязаны в этот взворот зробить, что мы не выступаем супер-российского народа, потому что это галимый фашизм и шалинизм. Российский народ это так само, Виталь. А мы выступаем супер-росс Кремля там и вот супер-сплану Лукашенко и... Доброе, я, с подсказом, идея, говорка про конкретный текст. Виталь сформулирую его пословых и там можно будет принять, альбо не принять, поправить, не поправить и так далее. У субботы у нас будет уже этот текст, мы его обмеркуем и, каличко, привет. Я зразумел, далее идут уже пропановы до 2020-го. Тому я пропаную переходит до конкретного обмеркования 2020-го. У нас осталось около 30 хвилин, ну, может быть, мы трошки более потратим. Доброе, господарство. По усих пропановок, не состалось пропановок, я не пропучаю. Важно. По праву. Когда мы кажем про организацию, то я хотел бы сказать, что мы повинны, первое, на у субботу идти на сервис, там, как получится, сюда запросить керовников политичных партий и незалежных структур. Ну, например, керовницу, например, старшиню, союзы письменников. Запрашали. И так, ну, то есть, зарабить таким чим, как люди по мобилизациях, это не просто вот я сказал, ты сказал. Это в первую очередь, вот, за день чая, усе могли, или, может, людей или сроки. Это повинт быть здесь союзный подход, а не просто так, ну, давайте мы мобилизовать. Это будет то же самое, что было заужды, что было тысячу разов. Никакие заявы, ничто, они важные, они, например, например, партия ОГП, она повинна, ну, никто, что повинен, они повинны собрать свой незъезд, а не каким-то бленом, на каким принять решение, что они начинают уденечать у этой массы мобилизации. Она поднимает чудесные структуры, партия СССР-демократов, партия КХП и так далей. Гэта повинна быть принята на узровне их кирующих структур. Кали гэта не будет, то это будет знов, то и самое, как был этот усов, как объявили, сказали, и все на это молчу. Гэта повинна быть мобилизация по сутности, а не по форме. Тому я хотел бы, как в этой проведении гэта подрыхтолку до этой штаба, как она так называется, гэта серьезная праца, гэта подрыхтолка того, как энергия у всех людей была накеревана, а не просто начерпно. Ну домовились, ну и добро. Ну и все так будем добро. Значит, партия Костусева, так сказать, ну я не пробачиваю, что я называю Костусева, но мне так такое название, они повинны собрать свой сеймик, на этом сеймике сказать, что мы можем покласть в гэта мобилизация. Это уже как бы... Ну пробачивайся, ну пробачивайся. Ну я пробачивайся. Сеймик, что ли? Пробачивайся, кареласки. Я давно уже не в день, что там я могу трошечки некие... А вы долучайте, долучайте. Прошу пробачивайся. Не, не, все по-разному, долучайте. Вот, разумеется, по сутности... Каб гэта не было, зменение требует сутности, а не формы. А форма это, ну что, было и съезд, и сув, и сув, ведь тое самое, относится, да, зъезда по оборону незалежности. Это зъезд будя там из трехсот человек, это не зъезд. Это зъезд повинен бы из двух-трех тысяч человек. Это будет импульс для громадства. Правильно. Вот, вот, а гэта бы подальше... Рехтоваться, да. Так, сподавство, меня, так, знаешь, взязку с тем, что это уже не пешая массовая акция, которая отбывается в Беларуси, в принципе, однотипная, у меня есть некольких ответных просьб. Пешая. До всех партия руха. У меня не великая просьба. Принять короткие заявы, отымять своих организаций, что вы подкрепливаете акцию 20-го. Снежная, 18-ая, родинник на площадь Калиновского. Там все остатные, это, я кажусь, вы умеете писать заявы, самое головное, как прогучал и ваш голос, что белорусы идут на площадь 20-го. Другое. Вельми, прошу, всю символику, которая у вас есть, несите на площадь. Вельми добрая, когда там будут розные партийные стихи. Потому что белорусы розные. Вельми добрая, когда люди напишут плакаты. Вельми прошу, когда в организации есть шесть структуры, действующие структуры, есть доля, робить транспаранты, баннеры, плакаты. Люди, которые... Можно я все-таки... Я просто пробую кодеку. Люди, которые это могут робить, когда ласковь. Ничего о Керске вы не напишите. Вот. Значит, чем больше это будет 20-го, тем лучше. Ну и натурально, я вельми прошу так само, на кольке эта машина отмобилизовай своих сябров, бо пожеданно, как на наступной сустрече мы уже могли поговорить о некоторой техничной речи. Бо добро, что там провокатора, который кричал славу России, то есть так оперативно отправили, куда треба отправлять. Вот. Олеж, могут быть 20-го и 21-го больше серьезные речи и тому просто как раз вот что повинны сделать. Партии, руки, ну, какую-то головные, техничные группы, которые необходимы при проведении массовых акций. Так, на наступной сустрече не повинны сделать. Я сразумел. Доброе, все. Все, Брейн. Значит, починаем обмеркование 20-го, как я сразумел. И тут есть неколькие обмежевания. Первое, это працованный день, это пятница. 18.00 это минимально махчимый, меркующий по всему, это оптимальный час. Тут никуда мы не денемся. Так само, немахчимо, как это все протягивалось 5 годин, как было у выходной. Это будет максимум 3 година, а по-доброму 2,5. Потому что есть люди из региона, есть темра, есть иншая количества. По великим рахункам, это с 18 до 20-30. По великим рахункам, и треба иметь на увазе, что коли маршрут, то он будет коротейший, видовочно, там коли стоятие митинга, то он будет вот такой протяглости и так далее, и так далее. Значит, я с вашей работ на кон заявки, мы зараз это все пройдем, потому что пропановы были, и я их так само зараз огучу. Я хотел бы зараз вам огучить спис, это больше ста человек мне писало, народ я бы говорил, белорусский в соцсетках, я хочу огучить спис по их популярности, так? Первое по популярности спевать. Вы сдивитесь, но абсолютно первоважно десятки людей писали, что нам треба спевать разом, раздрухуйте спевы и давайте спевать разом, починающие от национальных гимнов, завершающие там некие молодежные спевы. Просьба подтянуть до гушала, прозрас, и так далее, и так далее. Есть вельми классная пропанова, и с блогерами мы это обмерковывали, такие протестные оркестры, которые играют на тем, что есть под рукой, там, бутли спад воды, значит, там банки чипсов, там такие барабаны импровизованные, вельми классно все выглядают. Пропановывали те самые люди, які организовывали БНР 100, и они сказали, что готовы нам пара репетиций провести таких речев. То есть это спевы. И я думаю, что та особная группа может быть, которая может рихтовать ГУК, потому что по великим рахунку ГУК там вельми важен. С цеги, так само все спорчались про белый черон, белый черон и зеленый, мы это питание уже сняли. С цеги городов. У нас, я не буду сказать, отколи ли есть у распоряджений, полотнищи с гербами городов. Их вельми шмак. Их пару десятков. И треба люди, которые могли трымать гербы городов на гэтай акции, на гэтай сустрэч. Спис выступоцов, просили спис выступоцов, некоторые навод писали, а знаете, что было б не кепс, как в тосте в спинджаку и в гальсточку выступил. Правда, это минусовая температура, я не веду, кто возьмет на себе такую сменусть. Але просили, есть только без гальсу, чтобы такие люди. Да, писали про план Б, план Б нам требуется особенно оформлять, ну а обмерховывать не в гэтом помешкане. Писали про группу в национальных строях и в уголе у перетворения этой акции в такий аналог колядов. Давайте мы будем там колядовать, давайте национальную культуру покажем и так далее, и так далее. Просто я вам плумачу, что хочут люди. Я зараз не союставлю не до этого, они окреслены. Перформансы и некие театральные постановки. Навод. Акции по всем свете. Но это робится и без нас, я так взумею, что мы можем только и притримать. Раздача белой червон-белой стежковой символики. Коли такое есть. Некоторых человек просили организовать пиракуз. Огульный чат-телеграмм, каким сотни людей могли подмерковывать то, что отбывается. Я технично не веду, как это робится с подарством, но молодейшие могут. Ставьте себе нашим. Там тысячи человек и... Иос пропонула свежего ветра. У вас тут строгие правила. Так, доброе. Далее. Просили барабаны. Люди. Фликеры, лихтарики и лазеры. По койке это будет темный час. Супер. Так, фильтр плакатов я уже сказал. Кто здесь пропонула мероприемство с мегагруппой образ администрации ВКонтакте? Есть так само некая техничная пропонула. Буделы головных девичьих особов. Буделы головных девичьих особов. Однородных были пропоновы так само вельми частые медийные особы такие как вольские не кляю гурков как бы яны закликали. До 20-го. Факты життя у России это то, про что сказал Алексей оно кладется во все это чем у Белоруссии. Звороты до милиции спецподразделений просить подвиды, подвиды, забрали организатора, остатым дали собраться. Что вы там сможете без головы сделать? Варианты могут быть разные, но когда заходят с 7-го, 8-го, по-моему, что организаторов не берут, мне еще не приходило никаких паперов. то тогда я бачу как сбор приблизно година митинг с списом выступовцев на площади, а затем короткий маршрут. В суботу я готовый буду выкласти, его у меня есть, но сейчас в голове, но какие речи, лучше сказать, не сразу не худко. И завершение на площади заклик, когда потребуется на завтра, например, 21-ая пропонувать депутатов незалежности, альбо программа деяния, когда такого заклик нет, мы не будем протягивать эту суботу. То есть взять за основу тое, что было 7-го, 8-го, а не модернизовать зуликом крытыки, зуликом пропонувал ты, який прагучал тут и народ. Митинг 6-ти, спевы, театральные и так далее. Доброе господарство, давайте зараз мы еще распроедем пола по 20-м конкретно, так? Коли есть питание, кто колелас спешит? Это площадь Калиновска, на ее уже были протесты, это центральная площадь Беларуси, тут, я думаю, что вариантов немало. И заклик есть на ее. Аппаратура это особое питание, хотя даже по аппаратуре мне не приходило. Были колонки, просто колонка села просто 5-1, решается вопрос по поводу ГУКа, это самое главное, чтобы люди слышали и на соседних улицах. есть некольких комплектов аппаратуры, стягни более чем площадь на 8-1. Два вопроса, все-таки первое, почему Октябрьская площадь? Астричницкая Шераса. Ну, доброе, доброе. плохая, по... Коллеги, это питание уже закрыто, потому что пошел... Заклик. Заклик. Все, их вынимается уже раз наступная... На будущем. На будущем не все могут похать, если там собирать меньше 10 тысяч человек, а 10 тысяч человек при самом оптимистическом варианте мы не соберем, это выгоджалка. Не надо пассивистов. Второй вопрос касательно того, что не сделать еще раз ланцур больше против... Одно с на ланцуром. Одно с на ланцуром. Коллегу добить 17-30 люди не поспеют с прадцать. Сделать всего 18-18, а 18... Сделать всего 18-18... Коллегу заробить после сбора на площади я, например, это чувствую к нормальному. Сделать всего 18-18, а 18-30 сбор на площади. Сделать всего 18-18, если у вас с самогонника нет, в случае с самогонника может я его разберусь, да. Очень сильно остановился, да. Повторю хлопать. Коллег дорожки, да. Да, Себрэй, у меня такая перестарога была далече перед Семаном, то есть Калиб вы решили брать, забрали бы ланцур, и нам вот площадь еще невидомости забрали. Ланцур сложнее забрать, потому что он... Ланцур... Вот вершали. Весь проспект как тазахи. Себрэй, Себрэй, увага! Себрэй, увага! Площадь, площадь скружились... Себрэй, Себрэй, Вериночку, глядите... Себрэй, Себрэй, Калиласка послухайте, калиласка. Добро, Себрэй, послухайте Калиласка. Значит, зараз есть заклик о той акции, якая уже была восьмых. 18.00, Кастрычненская площадь, там формат практически вызначенный. Пасля на Кастрычненской площадь можно стать у ланцуха, альбо стать с тягами уздушпроспекта, еще одна идея. Взять с теги бёрчаром белый и стать, просто зарабить проспект с тягом. Это можа быть. Але гэта можа быть пасля того, как люди собралися. С ланцугом перат будзе складаны, я просто одразу скажу. И мало того, заклики на акции додатковые, альбо инши, вы майте на увазе, это так само несанкционованные речи, это до 15 суток. Може быть. Это просто я попережу на всех. Это еще один вопрос. Любые реперативные акции реально поменьшают колькость. Пишу. Абсолютно. Доброе, Виталий Ромашевский. Я просто, попрошаюсь, под ланцуга 20-го числа, я думаю, это кепская идея, потому что будет темно, а этот ланцуг никто не побачит, а коли людей захопают, то больше вылочно это глядится на площади. Это важно, потому что важно, как журналисты фиксовали, как это так само было, и людей при нас хотя бы выведали, кого затребливать. И я просто, выбачиваю, здесь ухожу, на кон голосования, когда оно будет, на кон заявки, подкресливаю. Заявка треба, подчекайте, не для уладов, а для журналистов, как бы они могли, ну хотя бы факт того, что мы подали заявку, и огучить те же самые, когда там 18, с кем мы там будем. Для этого. Для того, как до людей дошла иншурмация. Все, я выбачаюсь. Доброе, дякую. Значит, господарство, это сразумело, мы по этим пытаниям выросим, я фиксую, что, ну может быть, это не заявка, а уведомление будет, потому что заявка, это инший жанр. Уведомление, что мы на Кастричниску избираемся. Да, не в який выпадку, ну, спир или еще. Доброе. Игорь. Я, конечно, супрац, вот этого дежавю, снова становиться теплой темброй по проспекту. Если хочется, мы можем взяться за руки там на площади, например, колами, так сказать, ищение, что-то там. Потому как уже повторение это, и причем будет для людей, что, ну, вот такие креативы, ничего не могли придумать, снова пошли по проспекту. Тому это отверстие, значит, не треба рассеродживать силы и по талтазаке становиться. За руки можем взяться не такими колами на той же площади. Это первое. Другое. Я вот по этому тексту хотел бы акцент не союзу с Кремлем, например, когда проглядеть, ну, было так само, тема союз Крем. Это Россия. Это вот кто пишет, как уличили, что нам не Россия, не Вьетнан, не интеграция, а союз с Кремлем. Вот это вельми важно. Все братья. И я пошли. Вирусную рекламу никто не отменял. Пишем усим замежникам. Я зараз усим замежникам пишу. Усим, кто меня в свою вязь. Как бы, одного, ты десяти рынки родал, это пошло еще. Геометричная прогрессия транссует. Вот таким чином организовывается так само. Дякую. Господарство, значит, да, давайте сделаем так. Я постараюсь вам обучить основные организационные керунки. Я их бачу. Махчума меня не поправить, так? И мы будем дальнейшие свои выступы будавать за таких организационных потребов. У субботу мы обовязково, кроме Огольного штаба по незалежности, мы, конечно же, будем говорить про двадцатая, так? Але нам потребна минимум медийная группа, которая будет рассылать запрошения, працавать с прессой и так далее. Нам потребна группа охоты альбобеспеки. Это однозначно. Нам потребна группа, какая отказывает за аппаратуру. Нам потребна особная группа, какая отказывает за стихи, зуликам того, что за стихи городов. Павло на конь беспеки это уже мы вырошили. Ну, добра, добра. Маю на увазе, чтобы просто, как вы сразумели. Особная группа по спевах махчыма. Я душой отчуваю, что беларускому народу зойдет массовый спев. Коли мы это организуем на площади, будет круто. Группа, ну, может быть, группа визуального супроводжения это все остальное, что для кроме цих групп тычется. И группа зворотов перед этой акцией. 7, по крайней мере, таких вот командов невеликих процентов. Группа визуального супроводжения. Мы надруковали, как спевать, забеспечили якосные записи для аппаратуры и врубали, и людям надо спеваться. Это типа множные техники? Можные техники? Не, ну это, я думаю, что это выражится. В принципе, пару тысяч таких речей можно обмерковать. В субботу можем обмерковать, что там могут быть за хиты, что там могут быть за спевы, которые все белорусы спевают сразу. Ну, хлеба, соли, землеволи, погоня и так далее. Доброе. Господарство. Таким чином, у меня есть пропаганного зараз коротенько выказаться, ты, кто мая, что сказать, там по три хвилины, как он бачит эту акцию, альбонеки перестороги, и переходит до подсумывания, что там будет. Путинка, я сказал, что потребляю вот этот текст. Я хочу сказать, что все вот выказываются про то, что самое главное, как у нас было там шмат, и тогда, вот, проговорит девчина, тогда нам будет теплее, как пингвины на полюсе, разом, нам теплее. А на кон лунцога я тут сгоден, что, извините, всякий лунцог может быть, но, если у нас будет уже на площади солидно, то, кто захочет, и вокруг елочки может там стоять. Но все-таки акция наша политическая, и очень серьезная акция, суперинтеграция, супер вот это. Поэтому, ну, творчество полка погони, я постараюсь так само сайтовать, чтобы там были некие плакаты такие, ну, кто захочет, то и сделает. Вот такая моя... Доброе спасибо, Вячеславович. Ну, я Ленин Городко. Я, по-действитель, два шляпа бывают санкции в Сходной Европе или на Майдане. Потому я думал, в таком формате, незалежно от количества людей, нужно проводить в Минске. Они придумывают свою роль. Нагадываю, что на Майдане все пришли на нас молитвы. Поехали просто отче наш, свитеры выходят, читают. После выступа, три хвилина, максимум пять. И по тех умовах, которые у нас есть, я ее не поважаю, правильно кажут музыку. Ну, что это? Поехали тогда бар, который, например, группа сливает песни, которые все ведают. Как мы там, не родили какие-нибудь перебивкой, выступы там, может быть, в принципе, все это будет нормально. И не только... Вы что почеркивать с музыкой? Абсолютно. Не только на две с половиной один, а по людям, есть что сказать. Дякую. Там можно будет больше. Докончили. Олег, разумеется, что у нас все время кекс. Это не подавалось, или была пауза с пятнадцатого года, когда нас не брали, разумеется, до того момента, как пришли сутки. У нас в ней возникает такая ситуация, что каждый раз у нас по-новому, так? К тому, когда мы будем плановать вот эту акцию уже на штабе, я все-таки пропоную не зацикливаться на том варианте, что все красиво, открыто, не было автозаков, это самое, а распроцовывать все варианты и абсолютно серьезно. Олеж, если площадь открыто, давайте делать так, как любят люди. Дякую. Так, добро. Мне вельми хотелось вернуться у всех до того, что мы зараз объедновываемся, да, с одной метрой. Это про то, что когда поднималось вопрос, а давайте без ненависти до России, а давайте без шовинизма, а давайте без того, и начались некие выказания про то, я буду для ценностей, я буду выказывать так, как я хочу. Когда мы домовляемся, то мы дорослые люди, и мы принимаем некоторые решения и домовые. Это не дитяческий садок, когда кому-то что-то не подобается, и он все равно будет делать, как хочет. Давайте принимаем эти домовые, что вот так вот мы не будем делать, давайте это делать конструктивно и как это было продуктивно. Трестненько, я просто хотел бы звернуть увагу, что Вячеславу Сивчик 30 годов организовывает уличную акцию, а вам, напомню, столько годов. Неважно! Сябры! 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 Ёс, люди с досвидом! Ёс! Молодые люди! Калиласка, поверьте! Я словакой! Калиласка, поверьте! Свободу слова Вячеслава Сивчика никто не заберет! Ни Лукашенко, ни Путин, ни вы! Сябры! Сябры! Калиласка, поверьте! Я тут оскорблял этого человека! Сябры! 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 Организаторы пускай покросят! Честно, все он намешает, скажет, что это Каванье, а не так! Вы за него! 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 Одну хвилину! Давайте не нажимать на те моменты, которые разъедают людей! Я хочу... Прочекайте! Я хочу вам сказать одну речь! Что на протягу 25-ти годов у Лады, антибелорусской у Лады, было унесено в громадскую свядомость свои правила гульни! Одно из правил гульни это самоцензура! И есть такие речи, як правы особного человека! Вот я хочу сказать, что, например, там Лукашенко такие всякие, это мое конституционное право! Я никого не поверен спрашивать, пытання! Встать, дорогой джавчин, кати юнша! Ти у своих дятей! Я буду сказать, як я хочу робить! Таму! Давайте не гулять на поле гэтой у Лады! Мы вольные люди! Мы люди гаспадары на гэтой земли! И все не ставить пытання! Замагание розными методами за свою краину! Один может... Я хотел просто часу немало нагадать один вельный простый момент! Як один человек в Советском Союзе, коли... Он ничего не мог зарабить! Один! И он приходил у... Там, где лежал Ленин! У Молзолей! И подкинул там нечей химичной речи! И он таким чином один измогался с этой системой! Конечно, это может вряд стать! Это его право! Это призыв на сознание! Давайте разом быть! Семерик! 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 Я хотел бы отказать Сергею относно того, что тычется Россией. Мы домовились, что в субботу будет приняты корректный, вытреманный зворот, який будет рекомендацией навод настойливой просьбой до всех удельников акции устрематься в промых образов. Я думаю, что это достатково. Али примушать там и крутить руки людям мы не можем просто... Так не было собраво! Не я как обрастеhana… Семерик! Это клубня упущенной войны! Ниб Panzerini! Всех Ian! Ух ты, это спорт плаката Россия Озермо! Был такой плакат. Был. Был! Был! Алифляция! Постойки на Конске Блифии с Тихой Косковской Экспресс Небят Driv Давайте мы будем разуметь, что при желании Льозу и плакату это так само суродок боротьбы с провокациями, какими нам не потребовалось. Это все усведомляют, все нормально. Давайте теперь, когда есть такое ожидание, вызнашиться. Что есть провокация, а что не есть провокация. До какой ступени можно обновить Москве и Россию? А где такая ножа? Нет, ну серьезно. А где такая ножа? Мы видим, что это уже будет. Себрых, единочка. Себрых, ласка, увага! Увага! Себрых, есть такая ножа. Есть такая ножа. Она прописана в криминальном кодексе. Не глядячи на то, что это криминальный кодекс зараз у Лукашенко, там юристы все это прописали. Образы, распадывание национальной ворожисти и так далее. В принципе, если это по прикметам подпадает, то лучше этого не допускать. Тогда не думайте. Образы, не паузы, не паузы. Образы, не паузы, не паузы. Образы, не паузы. Образы, не паузы. Одна, Елена, Олесь, Марочкин. Слухаем, по-можаному, Карифовако. Коллеги. Все время, с опытом, организацией, мастерских поставок, я шелтые в конец советских часов, коли был щедлый памятник Громыка у нас в старшинях, и представник, куратор ЦК КПБ указывал вот тут вот работа, по-моему там есть вот тексты некие. И он сказал так, знаете что, есть комиссия, есть криминальный кодекс, мы покидаем картину по мастерскому узрованию. Поэтому самовыражаться никому не заборонено. Эта особа сама отказывает за себя. Коллега, это особа, а не организаторы. Давайте поделим. У меня есть 30 секунд. Поверьте, что я просто обурылась зараз с тем, что отбывалась с Вероникой, потому что я человек молодой оппозиции, и, может быть, все-таки мы не промахаем, потому что такие организаторы, которые, ну, пробачьте, человек выказывает свое меркование, говорит, что это не должно быть. Это ее меркование, и она так чувствует, и говорит, что не требуют такие лозунги, потому что мы не достигаем своей меты до той аудитории, которая нас не чувствует. Мы в своем коле 5 человек и говорят, что лозунги один на одного, вот, баскаль, того и сюда. И вот организатор есть, Вячеслав Сивчик, который все время это организовывает. И он мает рацию. Остальные не мают рацию. Все говорят, так не может быть. Ты молодой, ты женщина, ты кто-то ищет, ты не маешь рации. Давайте, 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 давайте аккумуляемся вокруг, вокруг того, что, коли ты организатор, ты не маешь права. Все, пытались снятые пытания. Они все равно выйдете, будут доказать, ты лозунг. Я не знаю, да, принесла. В любом слове. Алина, такой бесказан не будет, только ты народ заживешься шли. Я маю право с таким образом вы будете, а? Адамазано. Нет, Алина, давайте то, что не маем, сказал Алексей, давайте то, что не маем право. Мы не маем право. Дымайте, ты пытаясь. Сябры. Сябры. Ти есть, кодакам закончить обмеркование по этим пытаниям. Кодакам. Поднимите руки, кто за. Кто готов закончить обмеркование это пытание. Давайте помещем. Раз, два, три, шесть. Поразу тринадцать. 100 затойков протягнуть обмеркование это пытание. Подчекайте, мы голосуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тринадцать затойков скончим. Десять затойков протягу. Сябры. Ну, заканчиваем обмиркование этого вопроса, идем до инших. До этого вопроса мы вернемся, уважаемый, когда будет потребоваться. Смотри, послушайте, я сорвал голос. Вадал с два. Вадал с два. Но у нас подарок. Те есть сенс, чтобы робить какую-нибудь акцию 20-го, пробачьте. Мы две годины не можем попрацовать так, чтобы зашли, отпрацовали и вышли, разумеючи, что еще есть праца. В субботу, когда будет еще ожидание поставить это питание, с конкретными пропановами, а не скрытым и распаливанием жарств. Конкретными пропановами приходьте, если бы и выказывайте, наша пропанова заборонит то-то, то-то, то-то. Все, ставится на голосование, выращается и так далее. Идем далее. Все, господарство. Далее. Организационное питание, если бы и господарить. Самое главное сейчас. Питание организационное, тем, что мы все повинны, кажется, принять. Огульно. Значит, первое. У нас названы даты и час. Значит так. Первое, что мы принимаем решение по первому. По 20-му. Потому что, коли мы вот эту заяву уже подписываем, тут уже будет информация. И по 20-му, и по 21-му. По этому. Потому что мы выращаем. Что это, это самое, да. Значит, 20-го. Первое, что организационное... Я ставлю на голосование, что мы за эти супы. Я скажу. Первое. Акция начинается на центральной констричной площади. 20-го снежня, об 18-й године. Кто за это? Прошу голосовать. Кто за? Я за, только уже про это обещано и пошла информация. Я разумею. Мы зараз... Больше задача. Больше. Больше. Дякую. Далейше. В этом тексе стоит. Кто супрыц начинался? 20-й. Кто супрыць, кто устраивал? Кто супрыць? На 20-й. Кто устраивал? Кто устраивал? Вы... Два. Три. Зразумело. На 20-й и сын нам идут. Ну... 21-го снежня, у субботу, в протяг акции, великий митинсход на центральной констричной площади. Початок об 14-й године. И там, и там, головный лезун не хочет интеграции с Россией. Ти не интеграции с Россией. Не, не про интеграцию, а про обеднать. Так, а... Про... Не, уже с Россией обеднать. Значит, почекайте. Значит, во-первых, это... Что про это обеднать? 21-го мы подтрымливаем гэта, потому что гэта будет в тексте, ци не будет. Разумеете, ци не? Вы же сказали, что обеднать. Вы же подписали. Не обеднание. Не хотим обеднать из России. Все. Не подписали. Все. Карел Аскаревич. По-перше, ну мы же домоглися, что у кого есть пропановы, завратаются до депутатов незалежности. Почему снова возникают некие пытания, которые снова всех разбивают? Другой? Не, не. Просто договорка про то, эти буди акция 21-го. И зараз мы на эпоха. Я думал, что раз уже практически все... Может быть, некому будет по 22-го. То есть, мы не принимаем освещение. Про 21-го. Мы же не ведем, как мы не можем. Мы же ведем, как он взялся 20-го. Это у текста идёт. Потому что там уже все узнали. Заразумело. У текста идёт. Таким чином, ну есть одна позиция, что мы уже приняли. Другая позиция, что мы не ведем. И не можем, как бы... Может быть, некому будет нас отправлено. Давайте предупрессуем. Сэбры, кто... Тады просто... Ну, аргументы запрогучали. Это суббота. 14 година Костричницкая и снова. Кто лично... Да, коллеги, я просто, ну, пишу, что по 20-м уже нема сенсу, в принципе, обмерковать, бы уже призначенная пошла информация. По 21-м я, в принципе, сгоден с аргументами, которые молодые люди выказывают, что Костричницкая не самое лепшее место, но она громадная. И любая колькость людей там выглядает мизерно. Это факт. Это правда. То, Бог, давайте подумаем, может быть, суббота на площадь свободы собраться? Людям площадь свободы больше поддавается. Можно что-то сделать. Я все-таки пора, вот так, оттормать ту пропаганду, которая была первая, почетковая, просто сходящая с позиции явности. Разумеете, она мает свою рацию. Это выходный день, возрождение от 20-го. Это день, коли уже мы докладно будем ведать, чем закончился этап. Потому что навод 20-го вечером, коли мы сбираем людей, это абсолютно право. Подар Алексея, отменять это мы не можем. Это непристойно просто. Это не помогает этих людей, которые не походили. И все ясно проголосовали. И вот я просто просил бы, так само, солидарного решения без смены места по 21-му. Потому что в Вельне великая есть тут рация. Вы как раз на 21-е. Не только регионы могут приехать. А у нас будет значительно больше информации. Вот самое главное, что робить этой махлеры так, что они весь шанс не дают информацию по датам. Я зразумел, калиласка Анастасия. У меня просто вельми давно была рука. И она отличалась до того, как начался спорт. Ну, там, там, я не понимаю, как мы за раз перешли до этого обмирковать. Ну, и мне подается обмирковывали формат, уловили, ну, по-перше, формат хвощий. Ну, зараз мы техничная речь обмирковываем. Али мы вспомнилися, я просто хочу звернуть увагу, что взлетели на этом питании про плакаты и недообмирковали. Просто вы зараз не хапаем. Сам формат? Так, мы недообмирковали формат. Мы не обмирковали, мы, например, обмирковывали там соотносение с альтернативными, додатковыми некими акциями. Пытание, когда это, например, тот же концерт. Было некольки питания, говорю, что на перелечу. Было питание соотнесения с ланцухом. Было питание, ну, типа, будите нет, тогда я координуемся, а не координуемся. Другое было питание про концерты. Да, и у Тымлику было некольки питания про альтернативные пляцовки Махчима. И питание тут было у той же части Махчима, где-то может быть некая иншая акция, да, дубог, то, что мы туда улучшали. И у всех это не было адреговано, а потом мы взлетели в это. И таму зараз просто мы, ну, как бы, до этого не повернулись. Сабрик, глядите, то, что мы сбираемся в 18.00-й Костричинской площади, это уже факт. Принято, проголосовано и так далее. Зараз то, что будет отбываться внутри, то есть внутри этой акции, как и с 7.00-8.00, могут отбываться под акции. Там мы стояли, там мы молились, там мы спевали. Ну, так, есть пропонова. Таму. Есть пропонова ланцуг. По ланцугу выказали перестероги. Когда эта идея ланцуга есть, я прошу инициаторов этой идеи выказаться, как я не его бачу. У меня есть такая пропонова, как мы не взлетали зараз тому, что ну, реально не сможем сперващим отбытанием в этот короткий час. Есть пропонова, так, координоваться децентрализована, да? И, власне кажучи, я тут бачу, что тут уже есть, ну, скажем, блок, який за больше таки традиционный формат, да? И есть некие там еще идеи. Мы можем просто колонны, ну, памятать, что мы казали на початку, что мы никто не конкуруем, один одному ничего не псуем, там никто не протягивает, ни у кого не оттягивает, то, наоборот, я на працюю разом, ну, там, что знову почало все, вот, обучиться, что в таком формате, чем, ну, более активность и разностайность будет, тем лучше, и главное, как бы яны помеж собой, ну, имели головную линию. И в дадзином выкладку просто можно, ну, как это так, поделиться у группы по интересам, у вас, на кажут, жикарды, ну, вы сказали там про визуальное, что с тем, что мы можем, ну, я могу пропоновать, на przykład, жду по там аук. Долучиться ты, кто будет працывать по визуальной. Там, да, альтернативной, наприклад, да, и это не значит, что мы повинне будем, ну, в сенсе, як сказать, мы не будем там в адным, весь час в процессе знаходиться, мы будем информовать, что отбывается, не прощаться по часу. Не пытается, как это... Учаться эти игры, да? По часу. А, по часу, я сразумел, нет, я и про чат так само хожу. И другая речь, другая речь, ну, и там же, ну, святые вопросы, когда такие речи заразы будут отбываться, вот, я думаю, что все одно было там про Зыбецкую, да, и так далее. И когда кто-то, что-то будет робить, это не оттягивание в эгорье. Они проведут туда инших студентов, які в Вовле не сбирались, а бы не почти... Только, если бы, когда они в 18 годин будут сбираться на Зыбецкой, а мы будем сбираться на площади, это будет выглядеть в виде нефейс. То есть тут треба возле этой, треба речи суть отнести по-меж самой, а ли до того, что... У меня Зыбецкая была в маршруте, пропонова на 20. Далее, далее. Можно проездить. Далее, на конту маршрута и на конту вовле, якого-то, формата акции, так? Я тут некольки разов прохучала, по-перше, мы зубодна за игром, что каратей, да? Ну, в общем, в смысле, что... Это будет по-любому, как раз. Другое, она повинна мыть, ну, коли акцию уже робить, там, эти шести, да, она повинна иметь некое, логику и логичное заключение, то, что люди строят. У меня есть такая пропонова, да? Я не веду этого. Пойти до неких будинку, чего-то потребовать, ну, там нема. Ну, это... Это уже поздно. Рационный час кончен. Глядите, мы, например, робили такие сборы, вот этих подписов под листами Дарумаса, например, да, там, с потребами, ну, их-то можно модификовать, да, в следующем процессе. Серьез, что-то, какого-то, в том, что некое ассенциальное действие, которое люди, например, и ныне просто пришли, и ныне зарабили, подписали, не знаю, все вместе однесли, в почтан вкинули, там, ну, что-нибудь такое. Але, ну, гэтай дзень, и кое будзе и тыжится, ну, як бы, яшча нечего информации на там пробивание по этому процессе, и будзе иметь такое завершающее значение. То есть, такое мне пропоновано. Доброе, на субботу, коли можно, подректуйте, как конкретно пропонова была, те-то подписи, те-то, что-то инше. Так, коли ласка, кто еще просил слова? Как вас? Ну, я думаю, что в субботу может быть меньше людей, потому что огнится, что неяркие домовые не отбудутся в 20-х, и снова-таки. Я ставлю на то, что все-таки не шок и не отбудутся. Ну, вот. А подругое, может быть, в субботу ланцутся, и это день. Хорошо, я прошусь. Пробачивайся, да, Юрген. Я хотел бы, мы, там, не глотались, домовые уже подписаны. 21 плюс 2, вот, минувый раз, карты подписаны. Будут одну карту заховывать, и нас дурить, что вот я не подпишу, и будут демонстровать. Остатнее все подписано. Не блыточьтесь в этой ситуации. Все процессы, деяны, это самое, это робить. Тому протест повинен быть мысль брать. Вот. Основная концентрация повинна быть. А думать, что там нечто кто-то не подпишет, пробачивайся, они собрали жульдон, якоя, это, таянно робить, а мы думаем, что там нечто не подпишет. Закий Сергей Петрович, давно, давно хотел выступить координатор Европейской Белоруссии. Юргенов Нагер, один из организаторов. Один из организаторов акций еще много 8. Я просто как бы вашу имелись на беспеку, ну вы ведете, мы за сюда за много большую колькость акций великих разных. Але нам не легать наше слово кликать и на 20-е, и на 21-е. Это помылка с бунтуреженной рекламы. Потому что кали по-перше мы, ну по-перше это были три людей. Те 20-е приходят, те 21-е. По-другому это ставить ситуацию выбора. Те 20-е приходят, третье, мы уже маем досвид ни одной акции, которую мы проводили в один день, на ее нечто выращали, выращали на наступный день сбираться. Мы можем у людей на площади запытаться, как лучше собраться в 21-е, где лучше собраться, если нужно сбираться в тени, и в какой час. Это будет лучше. Потому что мы не тут выращали обмежеваемый колом, на площади. И досвид акции 7-го и 8-го показывает, что на площади можно кардиновать день, недомагуляции. Поэтому я предлагаю засорвать на акции 20-го, а по 21-е можно выращать на площади. Окей. Спасибо. Споминалось только маленькое, что 21-е все равно прогулки, я предлагаю людей уже разбираться на 20-е. Спасибо. Спасибо. Но я предлагаю Евгена, я потребую аналогичное с пункта донесения месседжа, потому что СМИ в полном формате дадут, и нам требует пробивать только одно. Но ты редакции, которых не в Беларуси, они могут сдать. То есть тут я думаю, что однозначно. Доброе, господарство, тогда давайте переходим до организационных моментов. У меня есть пропанова просто зараз призначить отказных за сбирание той цей иншей группы формывания пропанову по, по крайней мере, там 6-7 конкретных справах на суботу, чтобы мы в эти 3 дни отфрацывали вельми доброе. Первое, просьба всем, кто может, кто отчувает сморчимость постить про 20-е 18-0-0, я попереджу у всех господарств это соправдые, не просто вас после могут протягнуть за это все, али кали вы личите, что зеленое светло у нас есть, вы готовы постить и просьба постить перопощивать. Сотни людей перопощивали, тысячи людей перопощивали про 7-е 8-е у социальных сетках. Просьба это рабить уже починаючи сегодняшнего вечера тогда, разумеется, потому что разгон акции на несколько тысяч человек это мало часу осталось, 12 дней это мало. Другое, нам потребна медийная группа, люди, которые имеют профессионные должности в стримах, в телеграм-чатах и так далее, и так далее. Кто может выступить координатором такой группы и в субботу пропоновать склад, приблизные действия и так далее, и так далее. Кто мог бы? сподарство, договорка про працу, в плане парламента все працовали вели классно, выказывали, да, а вот працовать, ну, сподарство, просто я один не вытягну, я вам широ скажу, я, по-перше, не специалист в социальных сетках настолько, как об этом расскажу. Не думаю, что моя сенсор в Мерковой технично реше, да тут многие, особливо это работать, все равно будет идти и так. Андрей, особливо прямое, что все равно сказать, я думаю, что иначе мы по кучу часу сгублены ничего толкового не сделали, треба копыли представники и структуры, которые мают от их денежных прав. Вот и все, пресс-секретарь партии, мы их не изберем позагать, это добро какого-нибудь блогера с досвидом, разумеете, пресс-секретарь тяжко держать, а так вот то, чтобы какого-то Маклопчика девушинку признать, это будет просто имитация кто стремится? Это там стример? Я записываю на диктофон, это не стример. Стрим там. Павел сказал час, уже два с половиной прошло. Я выбачаюсь, с подарством. Но это серьезная справа, шмат людей, шмат выказываний. Доброе, с подаровья. Значит, по ходу без пеции я почу уже пропоновываем и с разумеем. Кто готов получаться? Доброе, штаб, день и час. Ну, зараз мы можем, есть пропоновка гостей? По часу у меня есть. Такие же самые часы, как и сегодня. А где собраться конкретно социал-демократов не машина? Суббота. Ну, просто требуется запятаться. Не поместится, все же нет. Ты знаешь, поместится. Кому? Скажи, что как платят за себя. Доброе. Давайте, пожалуйста, под конец нашей посередине повинут быть некие пропоновые. Доброе. Давайте. На субботу 12. Доброе. Кали будешь пропонован, мы у всех оповестим под представникам организации и группам. Сабры, потребна будет особная группа по стягах. Кали площадь открытая, можно подвозить. Некольки десятка треба тронков. Есть некольки десятка стягов с гербами городов, как это была огульно-белорусская акция. Те готовы, кто скоординовать, ну, как бы, группу сбирать людей из инших партий по стягах. Кто этим будет займаться? Дайте мне человека. Разумеете? Капот им не бегать. Когда просто стеги раздать, то половина из них просто их положит в паштек или не принесет. Разберут, так разберут подарунок, не страшно. Нет, не как подарунок, а в смысле того, что они просто их принесут, но не развернут. Доброе. Все-таки я пойдусь по этому списку, потому что организация, я на нем в субботу буду рабиться. Треба рабиться уже теперь мало часу. Спевы. Кто готов займаться спевами протеста? Я уже займаюсь. Я заразумел. Доброе. Разруковать сможете? Я заразумел. В субботу пропонув это да. В субботу пропонув это 20. Доброе. Доброе. Окей. Субботы, какие еще есть пытания? По множественной технице не треба. Все нормально. Гуку смоцняльная не будет. Если есть лучше приносить. Суббота, у меня есть еще питание по улеткам. Потому что до той улетки, до той улетки, якая. Суббота, можно трошки сшить? Значит, улетка, которая зараз пошла, там, ну, кучу завагу для ее выказать. Я нам покой, что одина. Кто бачит у социальных сетх? Просьба распрацовать до субботы пару-тройку еще вариантов. Как просто один месседж, один для разных ватовых групп. Там, что там молодежная улетка, треба еще меньше традиционная, треба какая-нибудь фото может быть. Готовы? Доброе, готовы. Я сразумеваю. Доброе, господарю, на кон список выступовцев. У меня это так само пытались, потому что выращать доводилось просто на преступлениях, я скажу. Кто там есть и заходят с этого варианта. У меня есть питание до лидеров партии организации. Им, конечно, слово будет продоставлено. Просьба, как не довелось бегать по площади, когда будет несколько тысяч человек, когда люди стояли, когда аппаратуры. Кто готовы выступить 20-го? Давайте записываем. Кто готовы из тут присутствия? Просто подозреваем. подозревается идея. я просто типа список тех, кто заранее хочет, а потом открытые микрофоны. 20 долларов. Открытый микрофон то ясно, а просто я так само за, а говорка идет про то. Там черги выстраиваются, как выступать. это разумею. Разумеется, было пару моментов сома гадси восьмого. Я не зауважил, оказывается, там двух лидеров структуров. Кто мог покрыть титры по лидерам структуров. Я и закликаю подвести до микрофона раз, и по другой по передний список. А вы просто ведали. Я бубачу человека на площади. Юра, давай, туда. колеласка там. Давайте вот это Павел Константинович может на себя подцепить. Спис выступов. Либерная указанность. Просто ты позарас. Открытый микрофон. Потому что спокойно можно после посередине, где прийти и записаться. Ну, давайте так. Либер поднимет культуру. Абсолютно слушная проблевка была открытой микрофон. Огромная просьба. Кто бы там не выступал. Просто вы понимаете, что защита дипломной работы больше 7 минут не допускается, потому что людям уже вообще неинтересно. Но у вас же люди подходили к микрофону, он же пока всю свою жизнь не расскажет, и что он думает по поводу интеграции. Это же невыносимо. Мало того, что он так зудит, а еще есть же голоса, которые в туалете заняты говорить. Надо же продумать тоже эту тему. Во-первых, две минуты не больше, когда обговорите. Но три это даже много для улицы, даже три это уже многовато. Особенно когда холодно и все вот так стоят. Сказал там, что хотел и распределите роли, чтобы не повторялись одно и то же. Я за незалежность, потому что ты так понятно, что ты сюда пришел. Надо как-то определить тематику. Люба, это момент. Ну, доброе. Доброе. Дякую великое испытание любови. У меня есть еще одно питание, оно достаточно важное. Это питание дотычное прессы, потому что сегодня такая узкая, я уже отгроб отрадую свободу, за то, что стримом не было. У меня есть питание до всех. У меня есть питание до всех. Значит, мы будем робить прессовые конференции, например, там, после сегодняшней встречи, в субботу, что мы будем робить по прессе. Йосик есть и меркование? На понеделу прессовую конференцию? Понеделу прессовую конференцию. Где? Социал-демократы могут дать на плясовку понеделок? Я думаю, 1-12. 12 пресс-конференция после субботы с конкретной акцией, так? Да, после субботы. Значит, у нас наступный график высновывается. У субботу мы сбираемся по словам закончения, зараз мы выясняем, где, коли у нас есть уже помешкание, у Кольки, и там проционная встреча. Проционная. Без парламентских слуханий, как кажутся. Конкретно по организационных справах. Там же в субботу мы домовляемся, кто выступает на прессовой конференции, на прессовой конференции понеделок 12. Тут уже заразумело, так? Яг это называем, обороним незалежность и обороним больших. Нет, треба называть, вот яг у нас лозунг, там не интеграция с Россией, вы не объединали с Россией. Не домолит ли давать с Беларусь? Ну, тогда заяву требует не домолит. Не интеграции. Доброе, не интеграции, доброе. Не интеграции, да, по теме не интеграции. Для всех и для всех блогеров, значит, тогда будет запрошение за суверенитет. Ну, не интеграции. Вообще можно задействовать колонн. Нет интеграции, нет футбол. Доброе, сябры, сябры, и так само, и так само просьба, просьба до социал-демократов зарезервовать Сираду, Сираду, 18, так как я правильно разумею, так само 12, один тут. Ясшей ке-нибудь, есть питание, эти заумаги с подарством? Нема. Тогда велизны дякую усім, дорогие сябры, велизны дякую пробачьте, коли ласка, коли что-то было не так, коли кому-то там эмоция, что-то было. Субботу 12. Не, не тут. Зараз будет помешкание, в субботу тут оно будет звучит. Окей. Сябры, сябры, есть обвестка. Колеши нема пропонового по помешканню, то завтра сранку нам откажутся.